Продолжим вчерашнюю беседу, которую мы с вами закончили 5 часов, не доведя еще до 2010 года. Помните, наш график, мы все рисовали. Мы еще пока не довели до наших дней. Кстати, вот когда я вам рассказывал о влиянии алкоголя на потомство и про эти вспышки, неизвестно откуда взявшиеся рождения неполноценных детей, пики рождаемости больных детей, я забыл еще упомянуть одну вещь, хотя касался ее Александр Николаевич. Это то, что если пьет муж и пьет жена, то оказывается, это абсолютно не одно и то же. Абсолютно не одно и то же. И никакого равенства, никакой эмансипации женщин в этом ключе в принципе быть не может. И я вам расскажу о втором открытии. Первое открытие «Зависимость рождения детей от алкоголя» наукой, доказанной в середине 19 века. И в середине же 19 века было сделано второе открытие. Разница влияния на потомство алкоголя, если речь идет о мужчинах и речь идет о женщинах. Правенства никакого нет. Я думаю, что большинство из вас еще в детском саду обратили внимание на тот интересный факт, что мальчики и девочки чем-то различаются между собой. Вот вижу по лицам, что некоторые обратили внимание в детском саду еще. Так вот, оказывается, по-разному влияет на репродуктивные органы алкоголь у мужчин и женщин. У мужчин мужские половые клетки, сперматозоиды, если вы помните из уроков биологии, живут недолго. Их срок жизни где-то полтора-два месяца. Допустим, отравил мужчина свой организм, в том числе эти клетки, алкоголем. А после этого три месяца грамма в рот не брал. Три месяца карантин. За эти три месяца все старые клетки, испорченные алкоголем, уйдут. И через три месяца народятся новенькие, здоровенькие, хоть сейчас готовые в бой. Уже без влияния алкоголем. Три месяца карантина и снова клетки все здоровы. Это если речь идет о малопьющих. Если говорить об алкоголиках, там они уже изначально новые появляются, с искаженными, так сказать, структурами. А вот обычно, как говорят, умеренно культурно пьющие мужчины, три месяца карантина и клетки здоровы. Девочки, девушки, женщины напрочь лишены этого мужского преимущества. Женские половые клетки даны девочкам сразу все с запасом на всю оставшуюся жизнь. И живут они, оказывается, от 15 до 40 лет. Эти клеточки долгожители. И находятся, как вы знаете из уроков биологии, в специальном женском органе под названием яичники. Ну, я чисто условно нарисую. Вот эти все будущие детки, они уже у девочек все есть. Все. На всю оставшуюся жизнь с запасом. Что это такое? Это будущее вида. Это будущее хомо сапиенса. А будущее должно быть надежно защищено природой. И действительно, природа, казалось бы, все предусмотрела. Вот эта оболочка, этого органа, надежно защищает эти клеточки от любых ядов. Яды не могут проникнуть внутрь. Нельзя. Это святая святых вида биологического человека. Если женщина чем-то отравилась, организм отравился, сюда этот яд не попадет. Нельзя. Весь организм отравился, но здесь ни в коем случае нельзя. Вот какая защита. Но есть один яд, который может преодолеть эту защиту и просочиться внутрь. Этот яд называется этиловый спирт. Этиловый спирт проникает внутрь этого органа и поражает часть клеточек будущих детей потенциальных. Искажает их наследственную структуру. Как бы взламывает этот сеть, где хранится вот эта святая святых будущих детей. С каждым новым глотком шампанского, с каждым новым глотком пива в организме у девушки процент пораженных клеточек возрастает. И самое страшное, эти испорченные клетки, в отличие от мужских, продолжают жить еще долгие годы. И нет никакой гарантии, что через 10 лет после выпивки не окажется случайно оплодотворена именно та клеточка, которая 10 лет назад была отравлена шампанским на Новый год, день рождения, выпускной бал, и даст начало дебилу, олигофрену, уроду, ненормальному ребенку. Нет сроков давности у девушек, нет никакого карантина. И этот вывод, который сделан полтора века назад, открыт в науке, за полтора века никто не опроверг. Алкоголь даже в малых дозах поражает мембраны клеток, деформирует их. И если клетки кожи или крови постоянно обновляются, то женские яйцеклетки нет. У юной девушки их около 35 тысяч. И на протяжении всего репродуктивного периода этот запас не пополняется. Действительно так. Девочка рождается с готовым набором яйцеклеток. Вот что при рождении было, сколько их было, вот столько их и остается. Девочка, родившись, имеет тот запас яйцеклеток, которые в детородном возрасте будут использованы раз в месяц и могут привести к зачатию малыша. И нельзя предугадать, какую клетку выберет сперматозоид. Здоровую или поврежденную алкоголем. Повезет на этот раз или не повезет? Алкоголь превращает рождение ребенка в игру рулетка. Чем чаще и больше прием алкоголя, тем больше шанс повреждения наследственного аппарата женщины. Чем раньше девочка пробует алкоголь, тем больше этот риск. Это аксиома, которую никто не в состоянии оспорить. Но на сегодняшний день по результатам анкетирования среди девушек-подростков, будущих матерей, установлено, что почти 90% девушек уже имеют опыт употребления алкоголя. Оказывается, если девушки собираются быть будущим материалами здоровых детей, ни одного глотка шампанского, ни одного глотка пива девушкам делать нельзя. Истинно открытое полтора века назад мы провели социологические исследования среди старшеклассниц на эту тему. Был задан вопрос, и сколько наших старшеклассниц, которые предстоит быть мамами буквально через несколько лет, знают об этом научном открытии? Как вы думаете, сколько? Номер. Ну что, за полтора века нельзя было это рассказать? Полтора века прошло. Это что, по телевизору нельзя рассказать? Да если по телевизору запустить ролик, это же, ну, через несколько месяцев все будут все знать. Почему же полтора века не знают? Не то, что девушки не знают, там старшеклассницы. Об этом взрослые не знают, и женщины. Об этом не знают учителя. Об этом не знает даже большинство врачей. Я вот сколько читаю лекцию, а кто это знал? Почти никто. Но однажды на одной лекции, когда я об этом рассказывал, одна женщина с задних рядов подняла руку, говорит, я знаю, я знаю об этом, я знаю. На перерыве подошла ко мне эта женщина. Кто оказалась этой женщиной, которая знала вот это открытие, сделанное полтора века назад? Оказывается, это кандидат медицинских наук. И тема ее кандидатской диссертации, вот эти самые яичники, она по ним написала, она их, как вы считаете, знает вдоль. Вот она знает, что нельзя девушкам бить вообще. Неважно, выпускной вечер, 8 марта день рождения, какая разница, по какому поводу. Она единственная кандидат медицинских наук, тема диссертации, вот эти самые женские органы. А остальные-то никто не знает. Почему так произошло? За полтора века никто не то что там не знает, малограмотные какие-то, полограмотные, не знают интеллигенции, не знают люди с высшим образованием. Это не случайно. Это называется искусственное невежество. Кому-то очень невыгодно, чтобы вы это знали. Кому-то невыгодно, чтобы девушки это знали. Кто-то от этого знания может понести убытки. Давайте задумимся, кому это выгодно, чтобы наши девушки об этом даже не подозревали. И на 8 марта, и на выпускном вечере в школе. Доказательство, что я только что сказал, вот немножко статистики. Если девушка не пила ни разу в жизни, пила абсолютно трезвый образ жизни, таки очень-очень редко, но встречаются. Среди мусульманок гораздо больше, чем среди русских. Вероятность рождения одного больного ребенка с дефектами равняется примерно 1%. То есть из 100, один ребенок, из 100 родивших, в одной может быть какие-то отклонения по здоровью. Ну там какие-то другие причины. Если девушка пила культурно, умеренно, только по праздникам, там 8 марта, выпускной вечер, Новый год, то уже 7% вероятности, что ребенок будет больной. А вот эти самые алкоголички, которые возле мусорных бочков там возятся, бомжи, как еще их называют, у них 70% вероятности, что ребенок будет дефективный. Что эти цифры означают? Это значит, что из 100 культурно, умеренно пьющих по праздникам женщин, из 100 у 7 будет ребенок урод. А у кого из 100, неизвестно, русская рулетка, кому как повезет. Иногда говорят, а вот у меня соседка, алкашка, алкоголичка, там негде ставить печать. А тебе ребенок у нее хороший, умненький, хорошо учится, отлично. И как вот это? Мне такой ехидный вопрос. Как? Ну значит, в 30% попал. Ну что же сделаешь? Осталось каким-то образом случайно, там еще немножко у нее непобрежденных клеток. Но это случайность. Но если мы возьмем 100 алкоголичек и посмотрим, что они нарожали, то примерно из 170 детей будут с дефектами. Отсюда закон с абриологией. Вероятность рождения у женщины больного ребенка прямо пропорциональна тому, сколько девушка выпила спиртного за всю свою жизнь, начиная с первой в жизни рюмки и до момента зачатия. Все это суммируется. У мужчин 3 месяца все ушло, у женщин и девушек нет. И возникает тогда такой вопрос. А почему это раньше у русских? В прошлом. Мужчины там лет с 30 как-то вот начинали выпивать, а женщины нет. А женщины вели трезвый образ жизни. Интересно. Неравноправие какое-то. Наверное, притесняли женщин, пить им не давали. А получается какие-то интуитивные понимания этих процессов. Наука открыла в 19 веке, а в народе, в культуре народа, это было заложено еще гораздо раньше. Девушкам пить нельзя вообще ни грамма, нисколько, ни культурно, ни умеренно. Открытие сделано в середине 19 века. Мы не знаем. Интересная получается ситуация, да? А мы пришли про алкоголь, там вот спросили на улице. Все все знают про алкоголь, да все. А когда начинаешь копать, оказывается, многих вещей-то попросту нам никто никогда не говорил. Мы этого просто не знали. А все уверены, что про алкоголь знают все. Когда выясняют, что все знают про алкоголь в середине человеку, знают две вещи. Алкоголь это яд, пить здоровью вредит. Все. И причем никаких выводов из этих двух до 100 ладов в лечении не делается. И то, что яд, алкоголь знают, и что пить здоровью вредит, знают, при этом пьют. Так что ведь и много удивительных открытий делаешь, когда к вопросу начинаешь подходить уже вот так вот подробно, разбираться с этим делом. Нельзя девушкам вообще пить не грамотно. Вернемся к нашему графику. Итак, с 92-го года началось вымирание нашей нации. Впервые в истории мирное время мы начали вымирать. Я вам рисовал вот эту рождаемость, смертность, схему. Демографический взрыв во время Лигачевского указа. Затем пересечения в 92-м году и начало вымирания. Вот эта фигура, что она напоминает? Что-то вот она напоминает. То ли букву Х, то ли какой-то крестик, да? То ли жизнь стала такая на букву Х, то ли крестик. Но обычно это вот эта вот фигура в публицистике нашей страны получила название «Русский крест». Запишите. Вот он, русский крест. Крест на могиле русского народа. Но и не только русского, а и других народов нашей страны. Кроме Северного Кавказа. Там население растет, никакого креста нет. В России русские, чуваши, татары, якуты. Вот этот крест, российский, можно сказать, крест. Не только от них русских касается. Вот и рест. Началось вымирание в мирное время. А что было с нашим графиком-то дальше? Какие там цифры известны? В 90-е годы со статистикой стало твориться что-то невероятное. Она стала там непонятная. Публикации по статистике прекратились. Но в 96-м году была опубликована официальная цифра. В вашем графике отметить ее точкой. 96-й год. 16 литров на душу населения. При Борисе Николаевиче Ельцине достигнут такой показатель. В два раза превышающий предельно, как говорится, запустимый. 8 литров в предел катастрофа. Мы достигли двух пределов. 16 литров. После этого вообще публикации на эту тему прекратились. Стало невозможно добыть, сколько мы пьем. Делались оценки. Причем оценки очень странные. Знаете, в каких пределах? От 8 до 25 литров. Какая точность? От 8 до 20. Каждый, в зависимости от своих политических там воззрений, конъюнктуры, называл разные цифры. Ну, наконец, да, а мы потом ведь узнали. Вместо алкоголика Ельцин. Ельцин алкоголик – это не оскорбление. Это не ярлык. Это медицинский факт. Можно даже посочувствовать человеку. Борис Николаевич Ельцин был хроническим алкоголиком. Мы ему все должны посочувствовать. Мы его все любим, да, уважаем. Очень хороший человек. Но вот приболел. Избрали мы на президентский срок, даже на два срока, хронического алкоголика. И, как говорится, за что боролись, то и получили. 16 литров. Все ограничения и Брежневского, и Горбачевского периода были Ельцином отменены. Ограничения на алкоголь. На каждом углу, днем и ночью, на каждой остановке. Монополия отменена на ввоз из-за рубежа. Ввози всех, кто сколько хочет. Монополия на производство. Производи всех, кто хочет. Монополия отменена на продажу. Продавай всех, кто хочет. Все стали производить, все стали продавать, все стали ввозить. Ну, раз такие законы были приняты. 90-е годы. Что было после этих 16 литров? Вообще трудно что-то выяснить. Я говорил, разрыв от 8 до 25 литров. Непонятно. Улучшений никаких не было после этих 16 литров. И, наконец, в 2008 году была опубликована последняя официальная цифра. 18 литров. Кстати, многие очень надеялись, что после того, как Ельцин ушел, а пришел молодой энергичный спортсмен, подтянутый человек, явно не алкоголик, Владимир Владимирович Путин надеялись, что он с этим алкоголем что-то сделает после алкоголика Ельцина. По нулям. Ничего. Более того, при нем было доведено с 16 еще до 18 литров. Это озвучено официально 18 литров. Но и то, некоторые считают, что она преуменьшена, эта цифра. Ну, даже если 18, а за 8 переходить нельзя, 10 лишних литров откуда-то взялось. И согласно закону сабриологии, когда понеслась эта линия вверх, после Горбачевских указов, согласно закону сабриологии вверх понеслась пьяная преступность, пьяная смертность, пьяное хулиганство, рождение нездоровых детей, резко упала рождаемость, поднялась. Все, все согласно закону сабриологии, науке, которую нигде никто не изучает. Все понеслось вверх. Преступлений в России оказалось, вот уже к концу века, к началу нашего века, в полтора раза больше, чем было во всем СССР. В полтора раза больше преступность в одной России, чем раньше было в СССР. И преступность-то в основном чаще всего пьяная. Огромное количество людей, находящихся в местах лишения свободы, попали туда, как говорят в народе разговорным языком, по пьянке. Про таких говорят, трезвый он никогда бы этого не сделал. Никогда. Только вот по пьянке. Таких там, по скромным подсчетам, третий, по более достоверным подсчетам, более половины. Более половины попали туда случайно по пьянке. Не потому, что он закоренелый преступник, рецидивист и так далее, просто по пьянке попал. Ну, примеров. И вы можете привести сотни и тысячи среди своего окружения. Ну, вот один пример у нас в Хакасе. В Красноярске закончил студент университет с красным дипломом. Отличник. Перед ним открывалось будущее. Приехал в родной районный центр Таштып. И, естественно, привез красный диплом. Кругом друзья бывшие, одноклассники, надо отмойтись. Мы стали обмывать. Значит, как положено, программа-то диктует. Получил диплом, отмойтись. Отмывали они и втроем, в процессе этого отмывания прошли прогуляться трое. И тут по улице. А тут какой-то мужичонка навстречу попался. И представляете, какой наглец. Попросил закурить. На такую наглость. Они его стали избивать. Когда он упал, его стали пинать ногами. И сами не заметили, как он и помер. Всех троих увезли. И отличник с красным дипломом. Студент. Пошел по этапу. Вся жизнь перечеркнута. Но он же не какой-то хулиган. Он же не какой-то там рецидивист. Он нормальный, умненький. Но алкоголь заставил его это сделать. Так таких примеров. Вы больше меня можете привести. Это же на каждом шагу. И вот так заполняются наши тюрьмы. А по отдельным видам преступлений, там до 80% осужденных, оказывается, вот по пьянке попали. Все это полетело вверх, прямо пропорционально выпитому алкоголю. Вот сейчас зашевелились немножко наши власти. Как уже говорилось, выступления в августе прошлого года. Медведевы. Вроде как они собираются изменить ситуацию в лучшую сторону. Но блокируются все начинания алкогольной мафии. Блокируются. Полгода прошло после того, как Медведев сказал, надо отрезвляться. Полгода прошло. А подвижек, что мы никаких не видим, не просто так не видим. Это все блокируется. Мощной алкогольной мафии. В любом вопросе всегда. Да ну и что? Вот закончили мы 18 литрами. Должен вас поздравить, господа слушатели. Оказывается, мы сегодня живем в самый пьяный период за тысячелетнюю историю нашего государства. Сегодня вот самый пьяный период, какой мог быть за тысячу лет. Никогда! За тысячу лет! Наша страна не была такой пьяной, как сегодня. Это впервые. Это не традиция. Это вот на наших глазах. Вот в какое время мы с вами, нам повезло, или повезло в кавычках, жить. Поэтому говорят, а что делать? Ну, надо ли менять ситуацию? Можно ли изменить ситуацию? Если наша страна, наш народ хочет жить дальше, то оставить так, как есть, просто это самоубийство. Демографы уже подсчитали, что при современной рождаемости и современной смертности К середине 21 века нас останется где-то 85 миллионов, сейчас где-то 140. Было в конце советского периода в России 150, сейчас 140. В середине 21 века 85 примерно, а к концу 21 века примерно 35 миллионов коренных жителей. То есть русских, татар, чуашей, и вот у всех 35 миллионов. И эти 35 миллионов, естественно, должны будут учить какой-то другой язык. Язык большинства населения данной территории. Потому что эти 35 миллионов будут на этой территории национальным меньшинством. А национальное меньшинство всегда вынуждено учить язык большинства. И это просчитано демографами. Поэтому вопрос, можно ли жить дальше с алкоголем, он просто нелепый. Без трезвости дальше наша страна исчезнет. И ваши внуки-правнуки будут неизвестно на каком языке говорить. Но не на вашем родном языке, скорее всего. Вот какая перспектива. Это не преувеличение, это еще, так сказать, скромные подсчеты. То есть, если, оказывается, пить и не пить, это не личное дело каждого. Как же, личное дело каждого. Хочу, пью, хочу, не пью. Это никого не касается. Это мое личное дело. Это не личное дело. Это, оказывается, вопрос на национальной безопасности. Это вопрос вообще существования нашей цивилизации российской. Наших народов коренных. Русских, татар, башкиров, чуашей. Это вопрос-то существование. А не просто личное дело. Хочу, пью, хочу, не пью. Никто мне не указ. Тут совсем другой подход-то должен быть. Поговорим об очень важном вопросе. Умные люди всегда во всех проблемах советовали всем задавать такой вот вопрос. А кому это выгодно? Кому это выгодно? Отчего это происходит? Что это стихийно идет? Или кто-то это специально делает? Вопрос-то неоднозначный. Есть ли кому выгодно? Давайте посмотрим с точки зрения экономики. Выгодно ли продавать алкоголь государству? Мы вчера с вами выяснили, что в конце советского периода от продажи алкоголя государство в год получало 56 миллиардов рублей, а теряло 150 миллиардов. Государству экономически выгодно продавать алкоголь? Нет. Потерь гораздо больше. В три раза. Американцы у себя подсчитали. Я думаю, точнее считали. Они насчитали в 8 раз убытки для американской казны больше, чем доходы с акцизов оборотов алкогольных в США. У нас насчитали в три раза. Я думаю, там просто точнее считали. Ну даже если в три. Дохода-то оказывается никакого нет для государства, для казны. Выяснили государству, продавать алкоголь невыгодно. А среднестатистическому человеку, россиянину, выгодно алкоголь покупать. Стоит это пойло копейки по себестоимости. А он отдаёт и 50 рублей, и 70, и 100 рублей за бутылку. А стоит-то она копейки. Какая же тут выгода? Копеечное пойло покупать за 100 рублей. Никакой выгоды нет. Вот давайте представим так, скажем, в конце советского периода, в тех ещё ценах, ну так, в условных единицах. Вот работяга, трудился весь день, вкалывал там на заводе, у станка, заработал за день, ну допустим, условную единицу 10 рублей. Он после работы пошёл и эти 10 рублей пробил. А водка, которую он пил, стоит там 20 копеек. Что это означает? Это значит, за день труда ему в реальности заплатили не 10 рублей, а сколько? 20 копеек. Выгоден такой труд, получается, зармовой. Так и что интересно? Если бы он просто с работы шёл и эти 10 рублей потерял, ну вот бывает, выпали там или как, это было бы ещё полбиты. А получается что? Деньги он всё равно потерял, он же до дома до семи не донёс, нет. Деньги потерял раз. Здоровье своё подорвал два. Живее настроение испортил, пьяный пришёл, всю ночь босиком по снегу с топором горял три. Детям пример показал, какой у них красивый папаша. Четыре. Получается, лучше бы потерял. Если бы он просто потерял, вреда было бы меньше. Получается, человеку в простом среднем невыгодно покупать алкоголь, а государству оказывается невыгодно продавать. Так а кому же тогда это выгодно, система? Если не выгодно ни государству, ни человеку. Ну должна же быть какие-то люди, какая-то структура, которой производить и продавать выгодно. Кто эти люди, да истинные наши враги, которые этим занимаются? Кому это выгодно? Совершенно верно, тем, кто производит и продаёт алкоголь. А почему им выгодно? Да они зарплату за это получают. Они зарплату себе квартиру, покупают дачу, машину, детей своих комят. Они получают зарплату. Много ли у нас людей, которые занимаются производством и продажей алкоголя? Примерно около одного процента. Вот одному проценту населения выгодно, чтобы эта ситуация сохранялась и продолжала. Всего одному проценту выгодно. Всему государству в целом невыгодно. Людям, каждому 99% людей невыгодно. А одному проценту выгодно. Просто потому, что он работает на пивзаводе, получает там зарплату, ему выгодно. Если будет сворачиваться пивной производство, его уволят, он станет безработным. Это ему, конечно, невыгодно. Их можно понять, они получают зарплату, растят детей. Но это только один процент. Но если это все приводит к таким страшным результатам, ну что, 99% не могут собраться и этот один процент, как говорится, шапками закидать, запинать их, грубо говоря, наверное, помыкло. 99% это все-таки сильнее, чем один. Почему же этот один процент благодействует, благоденствует и диктует всем свои условия? С чем можно сравнить этот один процент по их результатам деятельности? Вот вы, наверное, наблюдали такую картину. По двору бежит собака. Бежит, бежит. И вдруг ни с того ни с собой присела. И давай за ухом, задней лапой чесать. Что ее там за ухом беспокоит? Блохи. Блохи к какому относятся разряду насекомых? Паразиты. Паразиты. Вы понимаете, к чему я клоню? Вот этот один процент людей, занимающихся производством, продажей, это яда, наркотика, алкоголя, это паразиты. Это социальные паразиты. Они производят яд, они продают яд. И как насосом, как блоки кровь высасывают, они деньги высасывают из народа себе. И живут за счет этого. Это самые настоящие социальные паразиты. Вы где-нибудь по телевизору местному Магнитогорскому такую мысль слышали, что, дескать, директор нашего водочного завода это паразит? Нет. А директор пивного завода это тоже паразит? Нет, никто так не оскорблял этих уважаемых людей. Они работают, премию получают, зарплату, обеспечивают рабочие силы, местами для рабочей силы. Хорошие, уважаемые люди. А по сути-то это социальные паразиты. Простите меня, если среди ваших знакомых, родственников, есть люди, которые работают в этой сфере. В продаже алкоголя, в производстве алкоголя. Может быть это прекрасные люди, ваши друзья, родственники. Субъективно они хорошие люди, прекрасные родители. Объективно они паразиты. Вот как вот не обидно может быть слышать это про своих друзей и родственников. По результатам деятельности. Кроме того, есть даже более резкие названия для таких людей. Убийцы. Это доказали американцы на табачной промышленности. Как они доказали? Табак и алкоголь это близкие понятия, тоже наркотики, хотя легальные. Выяснилось, что в Америке, в 80-е годы, в табачной промышленности было занято 400 тысяч человек. Рабочий крест. 400 тысяч человек. В год от табака и его последствий болезней в Америке погибало, умирало 200 тысяч человек. Значит, эти 400 тысяч в год убивали 200 тысяч своих соотечественников, американцев. А за два года 400 тысяч рабочих этой промышленности убивали 400 тысяч американцев. То есть каждые два года один рабочий этой промышленности убивал одного соотечественника. Статистика. Это убийцы. На определенное количество выпущенного алкоголя приходится определенное количество трупов. И кто производит и продает алкоголь, результатом является смерть определенного количества соотечественников. А сейчас возразите, что они не убийцы. Убийцы, получается. Почему же этот один процент имеет такое могущество, что 99% ничего не может с ним делать? Дело в том, что этого одного процента, который мы в пропагандистских, так сказать, варианте называем алкогольной мафией, по результатовой деятельности, это убийцы. У этой алкогольной мафии одного процента населения есть на их стороне очень большая сила, которая позволяет им не только держаться на плаву, но диктовать свои условия всем. Что же эта сила на стороне этого одного процента алкогольной мафии? Это десятки миллиардов рублей прибыли. Вы знаете, что деньги все-таки это сила. Имея десятки миллиардов рублей прибыли, можно какой-то процентик отстегнуть на рекламу своей продукции и на подкуп прямой или косвенный, скажем, прессы. Пресса пишет, какую хорошую продукцию качественно выпускает местный водочный завод или пивной завод. И вы в ваших газетах такие хвалебные статьи, наверное, читали. Это куплено. Можно купить ученых, которые будут доказывать, что небольшая доза алкоголя полезна для здоровья. Да, можно такие заметки встретить в газетах. Можно подкупить врачей, и врачи будут рекомендовать при той или иной болезни какой-то там, или ложечку коньячка, или там несколько голодочков красного вина, или еще что-нибудь подобного рода. Что это полезно для здоровья в определенных количествах. И самое страшное, можно на эти деньги купить и некоторых представителей власти. Вот такой есть очень распространенный способ подкупа власти. Некоторые крупные чиновники имеют акции алкогольных предприятий. Скажите, чиновники, которые имеют акции алкогольных предприятий, они будут какие-то вводить антиалкогольные законы, проводить антиалкогольную политику, если у него акции в этом пивном заводе. Вот мы были в городе Чернушка, в Пермской области, семинар проводили. И нам местные соратники сказали, что местные замы по социальным вопросам совладели из пивного завода. Ну будет он проводить политику против того, чтобы дети наши пили пиво, если он сам совладелец. Подкупать-то по-разному можно, в том числе и акциями. То есть на эти деньги можно купить следствием массовой информации. Они не будут ничего печатать против алкоголя. Они не будут ничего печатать сабриологического. Я могу привести конкретный пример, чтобы вы не подумали, что я клевещу. Вот у нас есть рядом с моим домом в Красноярске несколько телекомпаний. Одна телекомпания называется Афонтова. Она недалеко от моего дома. И я пошел к ним и предложил беседу о вреде вот этого пива для детей. Он казался, что для детей-то. О детском пивном алкоголизме. Мы знаем, как сейчас пиво среди детей распространено. Давайте проведу передачу как специалист о пивном алкоголизме среди детей. И смотрю, они на моего предложения. Бесплатно, все так, без гонорара. Они что-то мнутся, мнутся и как-то себя неловко чувствуют. Ни да, ни нет, ни говорят. Что-то как-то вот их не устраивает такая тема. Почему-то. И как бы так по одному выходят. Буквально оставили меня одного. Да, нет, не говорят. В общем, идут все как-то странно. Я их поставил вот этим предложением в какое-то неловкое чувствую положение. А там одна девушка работает на этой телекомпании, моя бывшая студентка. И она меня потом вызвала в коридор. Говорит, Виктор Павлович, как бы вам это сказать поделикатнее. Главный спонсор нашей телекомпании – пивная компания «Пикро». Пивная компания «Пикро», в переводе пиво красноярское «Пикро», является главным спонсором телекомпании. Может ли телекомпания делать передачу о вреде пива, даже для детей, если главный спонсор – эти самые пивнюки, производители пива. Вы понимаете, в какое их поставил положение, это неудобно. А как это по-русски сказать попросту? Пивная компания, ой, телекомпания куплена, или хотите сказать, подкуплена пивной мафии. Деньги у них есть, у пивной мафии. Понимаете, какая штука? Вот один процент плюнуть и растереть. Но миллиарды на их стороне, и купленные на эти миллиарды пресса, купленная даже наука, есть ученые, ученые, профессора, такие же, как мы, профессора, но только в отличие от нас, они доказывают, что алкоголь полезен для здоровья в определенных дозах. Это тоже куплено, это тоже социальный заказ алкогольной мафии. Так что не так уж слаб этот один процент, не так легко с ним справиться. У него этого одного процента есть лобби в Госдуме, лобби на телевидении, вот один из, в последнее время особенно отличился такой ведущий Гордону, да? Уже в нескольких передачах, с пены у рта, выступает против трезвости, против борьбы с табаком, в общем, самый такой лоббист алкогольной мафии, этот самый интеллигентный, умный Гордон, знаете, такой ведущий. Вот какая сила на этой стороне одного процесса алкогольной мафии, не так-то легко с ним совладать. Но у нас другого-то пути нет, как совладать с этим одним процессом, что мы выбираем или выберем, или мы его победим. Другого-то пути у нас нет. И я вам должен сказать, что у этой алкогольной могущественной мафии, у этих патрицов и негодяев, которые, будем называть вещи своими именами, которые производят и продают алкоголь, даже несмотря на то, что они действуют абсолютно легально, и по закону они делают подлое дело. Они нас убивают, они убивают наших детей. И все-таки у этой могущественной алкогольной мафии есть страшный, естественный враг. Есть. Даже на старуху, говорят, бывает проруха. Что же является естественным врагом этой самой могучей алкогольной мафии, которая, казалось бы, купила все и вся и всех? Что же это за враг-то истинный? Как ни странно, этим врагом оказались дети. Дети. Что я имею в виду? В Советском Союзе ежегодно появлялось на свет примерно 5,5-6 миллионов младенцев. Ну, давайте, округленно возьмем 6 миллионов. Ну и что? Что в этом страшного для алкогольной мафии? А страшно то, что все 6 миллионов младенцев были трезвенниками. Когда родились, они все трезвенники. В стране прибавилось 6 миллионов трезвенников. Еще ни разу не было случая в роддоме, чтобы из чрева матери появился ребенок с бутылкой пива в одной руке и с сигаретой в другой. Но не было еще пока таких случаев. Все 6 миллионов родились трезвенниками. Запомним эту цифру. За год в Советском Союзе умирало где-то 2,5-3 миллиона взрослых в основном и пожилых людей. Ну, округлили, так, для условно. 3 миллиона. Как правило, пивущих. А сейчас давайте суммируем. Если в стране ничего не делать, не вести никакой борьбы за трезвость, не принимать никаких законов, просто естественным путем появляется 6 миллионов трезвенников, а пивущих становится на 3 миллиона меньше. Вот эта смена поколений, это и есть самая страшная для алкогольной мафии. Каждый год трезвенников на 6 миллионов больше, а пивущих на 3 миллиона меньше. А давайте почитаем. А за 10 лет сколько прибавится трезвенников по 6 миллионов в год? Сколько их станет за 10 лет? 60 миллионов. А на сколько меньше станет пивущих? Но 30 миллионов вы поставляете какой-то ужас для алкогольной мафии. Трезвенников все больше. А пивущих-то, клиентов их все меньше. Так это дальше пойдет, а пивущих-то вообще не останутся все вымыть. А трезвые-то займут их место. Ужас! Что же делать бедной, несчастной алкогольной мафии в таких страшных и сложных для нее условиях? Каждый год трезвенники прибывают, пивущие убывают. Что же бедным, несчастным делать этим директорам пивных, винных, водочных заводов, официанткам в ресторанах, которые подают, барменам и всем прочим, кстати, кто занимается этим всем. Что делать? Как? Ну, любая структура борется за свое выживание. Это вот мы с вами почему-то перестали бороться за свое выживание, русские башкиры, татары. А любая структура борется за свое выживание. Так что же надо предпринять алкогольной мафии, чтобы выжить в этих неблагоприятных и страшных для нее условиях? А сделать ей надо только одну единственную вещь. Какую? Надо сделать так, чтобы дети, подростки, молодежь рано или поздно начали пить. И заменили ушедших на тот цвет умерших взрослых. Вот и все. Надо заменить умерших пьющих на новых пивущих, чтобы не было потери клиентов. Надо заставить детей пить. Вот кровь из носу главная цель. Надо заставить детей пить. Иначе мы обанкротимся. Мы обанкротимся. У нас заварятся все склады, продукты пьющих. Все меньше и меньше умирали. Как же заставить детей пить? Алкогольная мафия, имея в своем распоряжении десятки миллиардов прибыли, возможность купить на эти деньги журналистику, телевидение, радиогазеты, ученых. Этот процесс приобщения детей к алкоголю на самотек отдавать не собиралась. И вот в 50-е годы по заданию алкогольной мафии группа ученых создала специальную научную теорию, как заставить детей пить. Не стыдно этих людей называть учеными. Я бы так называл. Ученые-преступники. Нет, это слишком слабо. Ученые-проститутки. О, вот плати, и мы все те, что хочешь, докажем. Вот так бы я их назвал. Извините за грубость. Ну, такие вот вещи творятся в нашей стране, что по неволе даже я деликатный человек, иной раз опускаюсь за таких выражений. Ну, по результатам деятельности так есть. Если вы не верите, я вам скажу. Я в Центральной библиотеке в Москве лично держал в руках эти кандидатские и докторские диссертации, которые ставили целью выполнить заказ алкогольной мафии и заставить наших детей начать пить, чтобы заменить умирающих пьющих. Я держал эти диссертации вот так в руках. Я фамилии знаю этих людей. Я могу назвать, если хотите. Так вот. Что же это за теория? Скажите, могли ли они вот так честно, открыто сказать во все услышание, мы создали теорию, как заставить детей пить? Конечно нет, но они же не дураки. Те же эти родители тех, у детей собрались, поймали их в подъезде и запинали их, чертовой матери, за такую... Конечно, они честно так сказать не могли назвать. Теория, как заставить детей пить. Не такие глупцы, чтобы так честно правду говорить, хотя по сути это так. Поэтому эту теорию назвали немножечко по-другому. Я бы даже сказал, вполне приемлемо для слуха. Назвали... Нормально звучит, да? Не придерешься? Теории по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Есть у нас безобразные явления пьянства и алкоголизм. С ними надо бороться. Вот мы создали теорию, как с ними красиво назвали. Но что нас учит жизнь? Любая теория проверяется на практике. Вот в 50-е годы создали теорию по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Помните вчерашние цифры? Сколько у нас было алкоголиков в 60-м году? Полтора миллиона. Создали теорию, стали внедрять везде. Во общественность, сознание, во все структуры, во власть. Через 20 лет алкоголиков стало. Официально, а неофициально. 16 с половиной. Интересная теория по борьбе с алкоголизмом. Не было теории, алкоголиков было полтора миллиона. Создали теорию, внедрили. Алкоголиков стало 16 с половиной миллионов. Какая-то странная теория по борьбе с алкоголизмом. Говорит одно, а на деле прямо противоположное. И что так-то другой? В чем тут дело? Так вот, вы знаете, самая страшная вещь, что эта теория сегодня вбита в головы 99% взрослого населения России. Могу даже сказать, может быть, и более неприятную для здесь присутствующих вещи. Не исключено, что эта теория до вчерашнего дня сидела в более чем 90% голов здесь присутствующих слушателей. А мы сейчас это можем проверить. То есть я вас проверять не буду, каждый сам себя может проверить. А чтобы проверить, есть ли у вас здесь эта теория, я сейчас вам дам второе, еще одно название этой теории. Я вот вам сейчас дам еще название этой теории, и может быть, некоторые из вас почувствуют, что повеяло чем-то родным, близким и знакомым. Какое второе название этой теории? Теория культурного умеренного питья по праздникам. Сокращенно, теория культурного питья. Т.К.П. Это название этой теории по борьбе с пьянством и алкоголизмом. В чем суть? Давайте мы, пьяниц, алкоголиков, научим пить культурно, научим пить умеренно, и пьянство, алкоголизм исчезнет. Стали весь народ пить культурно, умеренно, алкоголиков было полтора миллиона, а стало 16,5. И вот сейчас мы подошли к самой сложной и корневой, главной теме вот этой нашей науки с абриологией. Посреди страницы напишите три буквы. Т.К.П. Теория культурного питья. По их словам, против чего эта теория направлена? По их словам, против алкоголизма. Стрелочку вправо, буква А. Алкоголиков надо приучить культурно, умеренно пить. Так вот, выяснилось, что за 30-40 лет, как эта теория вбивается в все нам мозги, ни один алкоголик не начал пить ни культурно, ни умеренно. Выяснилась удивительная вещь. Оказывается, запишите, алкоголики пить культурно, умеренно не могут уже никогда. Они могут либо пить, запиваться, под забором валяться, либо грамма в рот не брать, близко даже не подходить к алкоголю. Только два варианта. И это подтверждение, это тысячи примеров. Вот возьмем ситуацию. Алкоголик пошел лечиться с алкоголизмом, бывает. И вылечился, тоже бывает. Год не пьет после этого. Три года не пьет. Пять лет не пьет. Но стоит его жене на ближайшее 8 марта убедить его выпить культурно, умеренно, рюмочку хорошего вина. Что происходит с этим алкоголиком? Знаете все, конечно. Он сразу же срывается и уходит в запой. И становится снова кем был алкоголиком под забором. Не может алкоголик пить культурно, умеренно, в принципе. Ну не знаю, может быть один из тысячи. А 999 не могут. Либо он вообще до конца жизни не будет пить ни грамма. Пробку от пивной бутылки нюхать нельзя такому алкоголику. Тогда нормально до конца, до смерти проживет более-менее прилично нормально. Стоит рюмочку и слабинку дать выпить. Все срыв и уход в запой. Получается, что эта теория культурного питья против пьянского алкоголизма вообще не работает. А в физике есть такое понятие коэффициент полезного действия. Да? Как это сокращенно? ГПД. Ну, если так, то давайте... Кстати, вот из примеров, которые на эту тему есть, примеров тысячи. И даже среди ваших знакомых есть. Кто-то бросил пить, не пил, не пил, а потом сорвался. Вот если кто постарше здесь, вот моего поколения немножко есть, в основном молодежь, я смотрю, конечно, особенно женщины, все молодежь. Но вдруг вот кто-то по секрету сам себе признается, что он примерно мой, она моя ровесница. То есть помните, в 70-е годы был очень популярный, популярный эстрадный певец. Недолго, он несколько лет был популярный. Он пел песни такие, как там, «Льет ли теплый дождь, падает ли снег, и этот, эти глаза напротив». Конечно, Валерий Абадзинский. Вот на примере этого, ну, молодежь, так сказать, абсолютно не знает его, конечно. Может быть, слышали, да, родители где-то пластинку старую заезженную слушали. Вот на примере судьбы этого Валерия Абадзинского давайте эту ситуацию проиграем. Его биография была опубликована подробно, я это знаю из журнала, поэтому думаю, что все это правда. Итак, что это за судьба Валерия Абадзинского? Валерий Абадзинский к 18 годам стал хроническим алкоголиком. В 18 лет он бросил пить напрочь, полностью завязал и пошел в эстраду. И вскоре стал одним из самых популярных эстрадных певцов тогда еще Советского Союза. Вспомните, с экрана в телевидении там не сходил, пластинки миллионами тиражами. Из всех окон неслись его песню, такой лирический, очень приятный голос. Десятки песен. 16 лет не пил грамма, в рот не брал грамма. 16 лет. Но попался ему пьющий импресарио, организатор его концерта. И очень этого импресарио задевало, что Валера с ним не пьет. Не уважает. Вот после концерта все музыканты отмечают, что-то выпивают. А Валера не пьет, сидит. Ну просто как пельмо на глазу. Все пьют нормально, а он не пьет. И 4 года он издевался над ним, уговаривал выпить при каждой вот этой пьянке после концерта. Ну Валера, ну вови хоть чуть-чуть, ну хоть пригуби, ну хоть вот сделай, ну хоть клоточек. Вот не могут пьющие люди терпеть, если во время пьянки кто-то рядом сидит и не пьет. Ну подъедшийся негодяй какой-то, а может быть стукач. Подозрительный человек, все пьют, а он не пьет. Ну какой-то ненормальный. У кого и однажды после тяжелого концерта, когда Валера был усталый, когда там был какой-то стресс, какая-то неудача, уговорил этот подлец выпить его рюмочку-коньяку для снятия стресса. И все. Валера с экранов телевидения исчез. Исчез, мы ничего не можем понять. Я был тогда тоже лет там на 17-20, когда вот обычно эстрада привлекает молодежь. Мы ничего не можем понять. Вот был чуть ли не каждый день, вдруг исчез. Пластинки исчезли, все исчезло. Куда он делся? Мы не знали, куда он делся. Может быть в Израиль уехал, тогда был такой обычай. То есть кто уезжал за границу, сразу все пластинки исчезали, все. Но он говорил по национальности вроде не из евреев, из поляков он говорил. Куда же мы ехали-то? И только в середине 90-х годов, уже много, 20 сколько лет спустя, мы узнали правду, что же произошло с Валерой. Как только он выпил эту рюмочку несчастного коньяка, сразу же произошел срыв, и он начал запиваться. Как и положено любому алкоголику. Даже 16 лет никакой роли в данном случае не играет. Он стал выходить на сцену пьяным, стал забывать слова, стал срывать репетиции. Ну в конце концов у госконцерта лохнуло терпение, его уволили. Ну сколько можно терпеть-то? И он куда-то чуть ли не в Бомжи ушел, там где-то, Крущиком в водочном магазине, на окраине Санкт-Петербурга. В 90-х, где-то примерно в пятом году, его разыскали где-то там на помойке. Приотели, отмыли и показали нам по телевизору. Это был 95-96 год. И вот по старой памяти нам еще 2-3 песенки спел. А на другой год умер. Вот судьба несчастная Валерия Бодзинская. Им тысячи других показывают. Алкоголик пить культурно, умеренно не может. Он может только либо запиваться и погибнуть под забором, как собака. Либо вообще грамма в рот не брать. Вопрос вам. Какой КПД? Теория культурного питья против пьянского алкоголизма. Какому равен проценту? Нулю. Пишем ноль. Не работает теория культурного питья против... Она называется теория по борьбе с пьянством алкоголизмом. А не работает. Диссертации защищены, кандидатские, докторские. А теория-то не работает. А сейчас мы поставим стрелку в противоположную сторону, влево. И напишем букву Д. Эта буква Д означает дети. Как мы выяснили, все дети рождаются непьющими. Даже алкоголичек, дети рождаются непьющими. Они рождаются предрасположенными к алкоголизму, но непьющими. Все дети сто процентов рождаются непьющими. В первый класс, как правило, большинство детей еще приходят непьющими. От этого правила в последние годы уже начало нарушаться. Ну, большинство детей в первый класс приходят еще непьющими. Вопрос вам на засыпку. Особенно молодежи, которые недавно школа закончила. И учителям, которые там работают. Вопрос. Сколько непьющих детей выходит из выпускного 11 класса? Ноль. Единицы. Один-три процентов. Близко? Близко. Я могу сказать точнее. Потому что вы попали в точку. Я провел крупное социологическое исследование в Красноярском крае. Я не думаю, что наш край от вашего чем-то области отличается принципиально. В 16 школах края, там несколько тысяч аркетов, я вам могу сказать точную цифру. Можете ее записать. Один процент выходит из средней школы непьющими. Есть классы, где ноль. Вот здесь кто-то про ноги говорил. Да, есть классы ноль. Но в другом где-то один попадается, где-то еще один. А в целом один процент выходит из средней школы непьющими. А прижим... Так сказать, один процент выходит непопробовавшим алкоголь. Сохранившими естественную природную трезвость. А 99% уже знают, что такое алкоголь на вкус. Кто раз попробовал, кто три, кто уже каждый праздник. По разу. Я тут о количестве не говорю. Но уже знают на вкус, что это такое. Вопрос вам. Скажите, из этих 99% начавших кто-нибудь хочет быть алкоголиком, алкоголичкой? Нет. Дураков нет. Никто из этих 99% не хочет быть алкоголиками, даже пьяницей. А кем они захотели быть и стали? Культурно, умеренно пьющими по праздникам. Значит, их заставило отказаться от трезвости, что теория культурного питья. И какой КПД, теория культурного питья, против детской трезвости? Какому равен проценту? 99%. Пишем здесь 99%. Красным фломастером обвели это одно из самых центральных формул науки с абриологией. И посмотрим. Теория культурного питья создана по борьбе с пьянством алкоголизма. Да, целью борьба с пьянством алкоголизма. Против алкоголизма 0 КПД, против детской трезвости 99%. Один двоечник заднего ряда как-то слушал, слушал легче, говорит, Виктор Павлович, да это же ниппель. Я говорю, какой ниппель? А потом вспомнил, да, есть ниппель. Накачивать эти колеса велосипеда. Туда воздух проходит, а обратно нет. Да, и здесь получается. Сюда воздействие идет, а сюда нет. Система ниппель. Действительно. Так для чего создана эта теория? Эта теория создана против пьянства алкоголизма? Или эта теория создана, чтобы заставить наших детей пить? Эта теория создана, чтобы заставить наших детей отказаться от трезвости. Что им нужно? Кому? Алкогольной мафии. Эта теория создана на деньги алкогольной мафии, чтобы ликвидировать трезвость среди детей и подростков. И КПД огромен 99%. Поддается на эту теорию. И начинает нести свои деньги кому? Алкогольной мафии. Алкогольной мафии, что от нас всех надо? Деньги. Задача выполнена. Вот для чего создана теория культурного умеренного питья для ликвидации трезвости среди детей и подростков, чтобы заменить ушедших, умерших на тот свет взрослых, пьющих новыми поколениями, пьющих рабов алкогольной мафии. Рабы, которые несут постоянно в эти позорные лавки свои деньги. Степендии, деньги, которые родители дают школу на завтрак и так далее. Ради денег все это делается алкогольным. Посмотрите, как умно сработала алкогольная мафия. Какой прекрасный способ изъятия денег у населения. Деньги у населения взимаются. Я вам дал цифру на 80-й год. Треть всех зарплаты для рода уходила на алкоголь. Треть всех денег отбирала алкогольная мафия себе. Вот представьте, надумали бы они отбирать деньги каким-то другим способом. Ну каким? Самый прямой способ изъятия денег. Они создали банны, в которых надели черные чулки, взяли бы автоматы, и нас где-то в день получки ловили, к стенке прижимали, и у нас бы деньги отбирали. Вы знаете, это сильно хлопотно. Во-первых, этим надо платить бандитам, надо оружие покупать. Ну как хлопотно? Гораздо проще. Внушить людям теорию культурного умеренного питья, и люди сами понесут эти деньги нам, алкогольной мафии, и еще в очередь встанут, и будут беспокоиться, хватит, не хватит. Какая удобная для алкогольной мафии теория. Добровольно, так сказать, платят нам, алкогольной мафии, да, каждому празднику, к Новому году за шампанское, в жаркий летний день за пиво. Несут нам, да? Так вот, самое трудное для понимания... А давайте маленький проведем эксперимент, чисто вот так, никого не обижая, никого не оскорбляя, откровенно, мы все свои, мы приехали, уехали, ничего никому не расскажем. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Кто из вас еще не клюнул на теорию культурного умеренного питья и ни разу в жизни не выпил ни грамм спиртного? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре, и Александр Николаевич пять. Вот один процент. Я не вру, так оно и есть. Остальные-то руки... Я вам не хочу осуждать те 95% педагогов, которые не подняли рук. И врачи. Дело в том, что я-то тоже не поднял руки. Оказывается, я в молодости тоже клюнул на эту красивую, наукообразную теорию культурного умеренного питья и я в старших классах стал культуропитейщиком. Да, признаюсь честно. Где-то лет 17-18 я воспитывал в духе теории культурного питья. Я знал твердо, что пока я маленький пить нельзя, я не пил. А когда станешь взрослым, надо пить культурно умеренно, я и пошел, став взрослым, купили мы с другом бутылку, потому что пора, мы уже взрослые, десятый класс. И мы согласно этому воспитанию выпили. И был я культуропитейщиком до 1984 года. Это лет 17 примерно я был культуропитейщиком. Как и 95% здесь присутствующих. Поэтому я никого не осуждаю. Я сам такой был. Что же культуропитейщик? Вот Александр Николаевич как-то избежал этого. Я поражаюсь. Я не избежал. А что же случилось в 1984 году, что я отказался? От чего? От пьянства? Нет. Я пьяницы не был. От алкоголизма? Нет. Я алкоголиком не был. Я отказался от культурного умеренного употребления. Некоторые думают, а, наверное, он заболел. Наверное, у него язва желудка. Вот он и бронет. Своими цистернами выпил, а тут язва. Вот он здоров какой был. Да и сейчас не жалуюсь особо на здоровье. Что же меня заставило отказаться от культурного умеренного употребления по праздникам? Ну, я вам могу наглядно показать, что меня заставило. Заставила одна маленькая штучка. Сейчас она выглядит как диск. А в 1984 году это была магнитофонная пленка. Еще пленки были. Помните, катушки. И на этой катушке в 1984 году я первый раз прослушал курс с абриологией лекцию об алкоголе профессора Жданова. 1984 год. Я прослушал и понял. Не то, что я испугался за здоровье, что это вредно. Я пил культурно, умеренно, по праздникам. Там бокальчик, другой шампанс. Не за здоровье испугался. Наука с абриологией доказала мне, как дважды два, что вливать в себя шампанское даже по праздникам это глупость. Попросту глупость. Я прослушал курс с абриологией в них и с 1984 года до сих пор. Вот мне грано. А сколько у меня стаж трезвости? Восемь-все, где-то 26 лет. И ни разу у меня не было желания даже к этой гадости прикоснуться. Наука с абриологией полностью уничтожила у меня в голове пятийную культуру, пятийную программу. Вместо нее программа трезвая. Все. Вот чем мы с вами, учителя, должны заниматься. Но как у нас построена работа в школе? В школе в классе выделяются дети из неблагополучных семей. То есть это семьи, у которых родители пьяницы-алкоголики. А у кого родители культуры пятийщики, это считается благополучной семьей. С ними работать не надо, с родителями. Они же пьют культурно-умеренно. Надо с алкоголиками работать. То есть подход-то совсем не тот. Вот я прослушал, встал. А через год-два я освоил науку с абриологией и сам стал читать лекции. Но выяснилась следующая интересная вещь. Вы знаете, что оказывается, работать с алкоголиками намного легче, чем с культурой пятийщиками. Парадокс. И многие наши соратники и коллеги работают с алкоголиками, а с культурой пятийщиками не могут. Так, Илья Александрович Николаевич? Нет. Проще с алкоголиками работать. С культурой пятийщиками я не потяну. Это тяжело. Я вот пока с алкоголиками работаю, это проще. А с культурой пятийщиками тяжело. Казалось бы, почему? Алкоголик пьет, забивает у него уже физическая зависимость от алкоголя. А у культурно-умеренно пьющих физической до зависимости нет. Они пьют редко, только по поводу. Есть повод, они выпьют. Нет повода. Три месяца не будет пить культурой пятийщиками и страдать от этого не будет. Здесь ни повода нет. Почему же тяжелее работать с культурой пятийщиками, чем с алкоголиками? А вот почему. Дело в том, что многие алкоголики, если не прямо, то хотя бы где-то подсознательно, все-таки понимают, что, наверное, они где-то неправы. С работы выгнали. Жена сбежала. Родные дети не здороваются уже с ним. Наверное, где-то неправы. Сомнения есть. Может быть, культура пятийщик всегда права. Абсолютно уверен, что он прав и делает правильно. Пьет культурно, умеренно, только по праздникам никогда не сочнется. А раз он уверен, то попробуй сдвинь. Если человек сомневается в своей позиции, его легче убедить, сделать шаг к трезвости. А если человек не сомневается, что он прав абсолютно культурно плю, умеренно, и никто мне не указал, этого человека убедить-то оказывается сложнее. В силу его уверенности в своих заблуждениях. Чем больше человек уверен в себе, тем ему труднее переубедить. Поэтому я взялся за самую трудную аудиторию культуры пятийщиков. Да. Из всех культуры пятийщиков самые упертые это учителя и врачи оказались. Да. Культура пятийщики врачи и культура пятийщики учителя в силу подвешенности языка и медицинского образования тысячи долларов могут привезти, что они правы, а я не прав. Язык подвешен, высшее образование есть, медицинское у врачей база есть, а я кто такой? Я не врач. И он культурно, умеренно можно. Понимаете, какая штука? Учителя культуры пятийщика сделать трезвым оказывается сложнее, чем алкоголика-сантехника. Вот какой парадокс. А мы здесь честным поднятием руки выясним, что 95% здесь присутствующих культурно-пятийщики. Я уверен, что здесь нет ни одного пьяница-алкоголика. Ни одного. Я прав? Есть только алкоголик? Нет? Нет. А кто? Мы все 95% культуры пятийщики. А я вам сейчас скажу самый главный и самый трудный для понимания закон с абриологией. Он настолько важный, но и настолько же трудный для понимания. Вот на нем все запинаются. Не все. Многие на нем запинаются. Иногда бывает. Вот все, что я до сих пор рассказывал, люди соглашаются. Да, пьяство растет, там литры, абсурдит на алкоголе. Но как доходит до этого закона, многие ступор и ничего не могут с собой поделать. Нет, я не верю. Нет, профессор не прав. Вот такой трудный, это самый главный закон. Кто сможет сейчас преодолеть, понять этот закон и принять, считайте, вы поняли все. Кто до сих пор нам верил, соглашался, но вот этот закон не сможет понять. Ну считайте, зря потеряли время. Вот какой трудный закон. Он настолько трудный, что я его назову не научными терминами, разными, сложными, а переведу на простой разговорный язык. Прямо простой, понятный даже первоклассникам. Может, а вам-то тоже надо будет многим работать с учениками, в том числе и с первоклассниками. Итак, вот как странно звучит этот закон. Уверен, что никто никогда вам этого не говорил. Вы слышите? Это первый раз в жизни. Это вот середина нашего семинара, это самая главная ступень. Запишите. Я абсолютно причем уверен, что большинство из вас почувствует внутренний протест против этого закона. Я абсолютно уверен. Это нормально. Когда я первый раз услышал, скажу, что это за дурость. Вы можете сказать, что это профессор нам заливает. Потому что вам всю жизнь говорили прямо противоположное с детства. Всю жизнь говорили прямо противоположное тому, что я вам скажу сейчас. Пишет. Культурное умеренное потребление в тысячу раз хуже пьянства и алкоголизма. Неожиданно звучит. А я сейчас буду доказывать это до самого обеда. Потому что если мы это не сможем понять, значит все по нулям результат. Культурное умеренное потребление в тысячу раз хуже пьянства и алкоголизма. А вам всю вашу жизнь говорили прямо противоположное. Все ставились ног на голову. А вот, а я сейчас буду доказывать нет, я Евгений Николаевсловин. Никакой пропаганды, никакой агитации. Только цифры, факты и обязательно доказательства. Как геометрия. Теорема доказательства. Чтобы доказательства были наглядными, не теоретическими, отвлеченными, а конкретными, приведу такой пример. Представим картину. Детский сад идет на прогулку. Пошли в соседний парк. Идут по улице. А здесь ворота во двор открыты. И в глубине двора стоят мусорные бачки. Бывает, да? А возле мусорных бачков, на своем рабочем месте, что там копается, или даже тут же прилег отдохнуть, местный бомж, алкоголик, дядя Вася. Лежит там около бачков, грязный, вонючий. Собственно, там, извините, моче и всем прочим, какие там амбре, благоухая, можно представить. И как бы Мария Ивановна, воспитательница, не отвлекала детишек от этой безобразной сцены, посмотрите, детишки, вам машинка красивая. Дети в 4-5 лет все видят, и они в силах понять причину-следственную связь. Вот вокруг везде по улице реклама пива в Магнитогорске, на каждом углу павильоны, магазины, где-то пойло продается, пирамиды выставлены. А вот рядом с дядей Васей лежит пустая бутылка, такая еще, с которой он только что высосал. И вот результат. Вот эту причинную-следственную связь могут дети даже в 4-5 года провести. А сейчас вопрос вам, особенно педагогам, на засыпку. Какое отношение к алкоголю вызывает у этих детей этот грязный, вонючий бомж дядя Вася? Положительное или отрицательное? Отрицательное! Ни один ребенок не хочет походить на этого грязного, вонючего алкоголика дядю Васю. Ни один не хочет. Он всем своим грязным, вонючим видом, он кричит. Алкоголь – это зло. И даже 5-летние дети, способны это понять. Способны. А если бы мы с ним посидели, зажав нос, поговорили бы по душам с этим дядей Васей, мы бы выяснили вообще странные вещи. У него, оказывается, два высших образования. Он был главным инженером на заводе. Потом он пил, 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 его бросили в прораду. Он пил, пил, его бросили в рабочие. Он пил, пил, его выпнули вообще с завода. Жена от него сбежала. Дети его родные прокляли. Вот что такое алкоголь, кричит всей своей несчастной судьбой этот бомж дядя Вася алкоголик. Алкоголь – это, извините, дерьмо. Мягче не сказать. А сейчас противоположный пример. Мама – культура петельщица. Может быть, учитель или врач. Выпивает культурно, умеренно, только по праздникам, знает меру. Например, на новогоднем празднике дома она, выпив один-два бокальчика шампанского, не больше, оживляется, танцует, поет и дарит своей трехлетней дочке коробку конфет. Новогодний праздник же идет. Какое отношение к алкоголю формирует у своей трехлетней дочки эта мамаша – культура петельщица? Положительное или отрицательное? Положительное! Так вот, заражают следующее непьющее поколение детей положительным отношением к алкоголю не сколько пьяницы, не сколько алкоголики, сколько уважаемые, высокообразованные культура петельщики. Культура петельщики есть переносчики этой заразы, этой бредной спирогеты, заражающей следующее, еще непьющее поколение детей. Вот главные-то виновники программирования детей на употребление алкоголя. Это культурно-умеренно пьющие люди. Они всем своим поведением говорят, что это нормально, это ничего плохого, чуть-чуть выпили, танцуем, поем на праздник. Дети тут же танцуют вместе с родителями. Все хорошо, никакой тебе морды в имени не греет, никакой тебе никто не плюет. Все культурно, все красиво. И дети воспринимают, что это культурно, красиво. Так вот, оказывается, откуда зло-то передается следующему непьющему поколению от культуры петельщиков. Они от алкоголиков, как правило. Более того, я знал трезвых людей, абсолютно трезвых, не пивших никогда в жизни, по одной детственной причине, что у них отец алкоголик. Отец алкоголик, и ребенок столько насмотрелся в детстве на этого алкоголика. Это, правда, редкий случай. Как правило, удается втянуть детей. Но вот иногда бывает, что он грамма в рот в жизни не хочет брать, насмотревшись на алкоголика-папашу, насмотревшись на культурно, умеренно пьющего папу, на умеренно культурно пьющую маму, дети 99% к 11 классу становятся культуропетельщиками. Так кто главный-то виновник в заражении детей? Пьяницы или культуропетельщики? Вывод делайте сами. Я ничего не навязываю. И не тогда мы с вами стали культуропетельщиками, когда выпили первую в своей жизни рюмку. Нет. Не тогда мы стали пьющими, когда первую рюмку выпили. Там, кто в 9-м, кто в 10-м. Это произошло гораздо раньше в программировании. Однажды мы с абриологи провели эксперимент, договорившись с воспитателями детского сада, провели эксперимент в группе 4-летних детей. Какой эксперимент? Детям было предложено сыграть в праздник. И все. Взрослые отошли, не подсказывали, не помогали. Оказывается, и подсказывать ничего не надо было. Мальчики тут же сдвинулись с столы в один ряд. Девочки шустро стульчики вокруг расставили. А дальше, обратите внимание, в центр каждого стола поставили кехли. Против каждого стульчика по кубику все чиненно расселись. И тут откуда ни возьмись, во главе стола проявился Тамада, который сознание и тело, отставив локоток, произнес витиеватый тост. Все налили из кегли в кубики, дружно выпили. Второй тост выпили. А третий тост, сказал Тамада, с чувством «За наших прекрасных дам мужчины пьет стоя». Мальчики тут же вскочили. Ну, Господи, не первый раз, сейчас понятно. «За наших дам только дарна». После четвертой, пятой рюмки мальчики почему-то стали качаться и падать со стульчиков на пол. А девочки заботливо подхватывали их за руки и за ног и оттаскивали, укладывали на диванчики. Все, четыре года успехами уже закончено. Они еще не нюхали из пятного. Они прекрасно знают, как надо по-взрослому отмечать праздник. У них уже программа-то здесь все бита. Они уже по сознанию пьющие в четыре года. Они культура питьящая. Откуда у них взялись эти знания? Они что, родились этими знаниями? Родились они что? От рождения они знали, как праздновать? Нет. А откуда они это все узнали? От вас, родителей, культура питьящиков. Они это видели много раз. А у детей, у них обезьянный рефлекс, подражать надо взрослым. Все с детства подражают, дети взрослым. Это закон формирования личности. Полтора года мальчик еще толком разговаривать не может. Только ходить научился. Вставил в рот карандаш и ходит. Вовочка, ты что делаешь? Я кулю. Карандаш он кулит. Откуда он это взял? Видел? По телевизору, на улице, папа, мама. И как можно после этого детей-то в этом обвинять? Откуда они это взяли? От нас с вами взяли. Прежде всего от культуры питьящиков. Культура питьящики, как это может быть неприятно звучит для большинства здесь сидящих и есть главные виновники заражения детей этим самым употреблением алкоголя. Не алкоголики, не пьяницы, на которых мы привыкли кивать, скажем, а мы культура питьящики главные виновники. Это признать каждому из вас очень тяжело. И мне было тяжело в 84-м году признать, что я еще хуже пьяницы и алкоголика. Я хуже делаю для наших детей своим красивым культурным умеренным потреблением. Да и не в 4 года эта программа начинает внедряться в мозги питейная, табачная. Гораздо раньше 4-х лет. Я бы даже сказал так несколько утрированно. С первого дня появления ребенка на свет у нас начинается мощнейшее антитрезвое воспитание детей. У нас великолепно в России налажено последние 50 лет антитрезвое воспитание детей. И проводят это воспитание прежде всего культура питейщики. То, что с первых дней я не мотивирую. Представим ситуацию. Счастливую мамашу с ребенком на такси из роддома привезли домой. Вот только он родился. Счастливый папаша первый раз в жизни берет этот теплый сверточек, улыбается, улюлюкает, целует и дышит на него чем? Естественно, перегар. Он уже три дня отмечает это радостное событие. Ребенок еще ничего не понимает. Ему несколько дней трудно. Сознание еще спит. Но подсознание этой эмоции во всю работают, оказывается. Кто рожал, знает, что в утробе матери ребенок все чувствует, на все реагирует. Он все ощущает на уровне эмоций. И у него в мозге, в подсознании закладывается новая связь. Какая? Ему хорошо, ему комфортно, его любят и сопровождается это винным запахом. Значит, вино это ха-ро-шо. Несколько дней от рода началось антитрезвое воспитание. Чуть попозже возьмем, годика полтора-два. Первый в жизни сознательный новогодний праздник. Как дети любят, вспомните сами, как самый любимый новогодний праздник. Что-то в доме непонятное творится. Елочку принесли и поставили. Дед Мороз с негурочкой там. Игрушки красивые развесили на елочке. Ребенок возбужден ходит. Какие события радостные, непонятные, волшебные. Глаза вот такие, все воспринимают. Все фужеры хрустали, все на стол выставили. Рачка и близко к этому не подходил. Шкафу-то разобьет, что-нибудь выставили. Торт в центре посводрузили стола. Ребенок ходит вокруг кругами с свинями и зашел уже когда-же ему дадут кусочек. А тут начинает гвоздь и подтягивается. Да не просто так за трапезом, как раньше забегали, а мужчины при галсту, как женщины накрашены, торжественно, все расселись. И вот в самый ответительный момент достают из холодильника какую-то красивую-красивую бутылку. Не то, что-то там из-под картонной, из-под сока или там пластиковая из-под газировки, а такая темно-зеленая с горлышком фольгой серебряная обернута. А здесь на этикетке «Едали золотые», «Виноградная лозина» или «Красота». И дают самому опытному человеку дяде Коле. Дядя Коле берет и с важным видом начинает там какую-то проволочку откручивать. А гости аж семест предстали. А у ребенка вот такие глаза. Что сейчас будет? Какой момент? И вдруг пробка «Каааа!» Даст в потолок. Да все закричали «Ура!» Бокалы сдвинули. Ребеночек радуется больше всех. Впечатления на всю оставшуюся жизнь. Вино – это радость. Вино – это праздник. Вино, когда все поют, танцуют, и те все шалости прощают. Это праздник, когда тебе мандаринок, апельсинок, тортиков, шоколадок дают хоть сколько ешь, заешь. Ну не каждый же день дают столько шоколадок, конфетки. Все это с вином связано. Полтора года процесс антитрезвого воспитания продолжается. Я сейчас описал сцену в доме алкоголиков или в доме культуры петельщиков. Культура петельщиков. Ни алкоголиков, ни пьяниц. Какой эффект воспитательный на детей? Вот оно, это называется по-научному программирование. Антитрезвое программирование детей. Смотрите, с каких ранних лет оно начинается. Ну давайте возьмем попозже, скажем, подростковый возраст. Вот тоже событие, скажем, первый раз в средних классах, первый раз выход на дискотеку старшеклассников. Да это были утренники там какие-то в начальных классах. За старшеклассниками в шоу подглядывали, как там они, что там они там пляшут, дискотека. Но еще они были внимательны, еще рано тебе, рано. И вот такой отчетный класс. И первая в жизни дискотека. Первая в жизни всегда что-то такое. Вспомните, выезд Наташи Ростова на бал, да? Первый выход на дискотеку в школу, уже как бы взрослый. Пришел подросток на дискотеку, а там что творится? Свет мигает, какие-то лазерные лучи, какой-нибудь там зеркальный шар крутится. Все прыгают, какие-то колонки. А из колонок по ушам децибелы. Бум-бум-бум-бум. И все под эти децибелы дочевают, давай прыгать. Ну надо же горожанам куда-то энергию-то девать. Особенно если дачи нет. И все, давай прыгать под это. Ребенок прыгает. А в это время эти децибелы из этих колонок какую-нибудь веселенькую танцевальную песенку. Ну вот здесь вижу молодежи не так много, более постаршее поколение. Среднего, из среднего репертуара среднего поколения. Ну например, знаете Андрея Макаревича? Знаете Андрея? И вот по ушам Андрея Макаревича песенку. Я пью до дна за кого? За тех, кто в море. Ну как же за тех, кто в море не выпить-то? Им же тяжело там, бедолагам, в море-то подеть. Конечно. И вот ребенок танцует, а его по ушам я пью до дна за тех, кто в море. Ну надо за тех, кто в море выпить. Он танцует, а я говорю бум-бум за тех, кто в море до дна. Хорошая песенка веселая. Все она знали тогда в то время. Вот пришел ребеночек домой после дискотеки, сел уроки учить. Ну чтоб не скучно было, тут какую-нибудь музычку включил. А музычка какая-нибудь тоже песенка. Более старшего поколения, вот здесь сидящего, скажем, был такой, ну сейчас он, наверное, есть живой, обаятельный и седой певец. Любимец всех женщин от пяти до девяносто пяти. Вахтанг кикабийца. Ну вот он включил музычку, а ему своим приятным, в отличие от меня, баритоном. Это я самокритичный такой. Слуха-то нет у меня, голос нет. И вот он, приятным баритоном, я хочу, чтобы песни звучали, а дальше, чтобы вином наполнялся вокал. Красиво? Красиво. Скажите, как ребеночек, выросшись в таких условиях, может рано или поздно не начать пить? При такой системе антипрежного воспитания в основном культуропитейщиков. Ваш лес рук показал, а не как. И девяносто девять процентов стажеклассников, вы знаете, эта теория культурного питья, она внедряется в мозги детей не через скучные лекции профессоров, нет. Гораздо более хитрым способом. Прежде всего, через массовую культуру. В фильмах положительные герои пьют-курят, в песнях персонажей пьют-курят. Вот я даже такое сделал, небольшое исследование. Посчитать, сколько песен, где есть слово трезвости, и посчитать песни, где воспевается алкоголь и табак. Это к вопросу о плюрализме. О равных, скажите, выборах. Можете вы назвать хотя бы десяток песен, где есть слово трезвость? Нормальное русское слово трезвость. Вот, пожалуйста, назовите. Вы знаете, раньше при социализме были такие мероприятия, выезд с завода на природу выходной. За счет завода автобусы, да, вывозили на природу. Обязательно был массовик-затейник, который проводил с народом разные игры интеллектуальные. Типа, кто первый лопнет шарик? Еще более умные. И была такая массовая игра в этом. Делились на две команды, и задавалась тема. Или женское имя, или там слово какое-нибудь, скажем, любовь. И на эту тему, с этим словом, две команды должны петь песни по одному куплету. Кто кого перепоет. Кто вспомнит больше песен на эту тему. Вот давайте сыграем такую с вами игру. Все вы, одна команда, я вторая. Вас, конечно, больше, вы больше меня знаете, вы меня сейчас за пояс заткнетесь. Вы будете говорить слова песен, где есть слово трезвость. И эта трезвость в песне воспевается. А я буду отвечать словами, где воспевается алкоголь и табак. Давайте наоборот. Нет. Я сразу понял, почему. Выясняется, что песен про трезвость практически по нулям. Ну, там одна-две есть. Там, бросай курицу, давай на лыжи еще. Но они не слишком популярны. Одна-две. А по алкоголю и табаке, воспевающей алкоголь и табак, песен не десятки. Не сотни тысячи. Попробуйте дома сесть как-нибудь в субботное время и будете составлять список. У вас тетрадки не хватит. Я даже доказательство этого сделал такой попури. Вы знаете, что люди, которых нет слуха, очень любят петь. У меня слуха нет, но я сильно петь не буду, вас мучить. А я буду слова из песен произносить. Главное слова. Я составил такой попури по десятилетиям. Песни, воспевающие алкоголь и табак. И начал мне с тридцатых годов. Не смотрите на меня так испуганно. Я не такой старый. Я еще тогда не жил. Я позже родился. Но песни родителей. Вот тридцатые годы. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Попробуй. За Родину не выпей. Ты за Сталина пить не хочешь? Подозрительно. Ну за Родину-то за Сталина. Это же святое дело. Или, скажем, в Новый год появлялась по телевизору девица оперная, как положено, с таким бёстом и своим оперным зычным голосом пела за здравную песню. За здравную чашу до края нальем. И тут все как раз-то двое курантов и наливали. С оперным красивым голосом. Первая бардовская песня. Кто знает, что такое бардовские песни? Знаете? Висотский, Акуджава, Висборг, Кукин. Первая бардовская песня была написана в 1938 году, посчитается. Один парень сочинил песню, ушел на фронт и тут же погиб. Он одну песню все написал. Она считается. Первая бардовская песня. Ее до сих пор иногда поют в экспедициях у костров в палатках под гитару. Песня о Бригантине, которая поднимает паруса. Помните такую некоторую песню? Кто хотел походу знать? Вот в этой песне про пиратов, про Бригантину, романтическая песня, есть такой куплет. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. О, как красиво! Золотого терпкого. Ну, не захочешь, выпьешь. Ну, слюки потекут, по крайней мере. Первая бардовская песня. Золотого терпкого вина. Как красиво! Военное время, буйное, бурное. И второжение, и победы. Возвращается с победой нашей. Воины в 45-м году в эшелонах. И дружно поют песен. Эх, встречай, покрепче, обнимай. А дальше? Чарышку хмельную полнее наливай. О, как! Ну, иначе нельзя отметить победу, как только взять и нализаться за чертиком. Полнее наливай. Не просто так там, на дне. Каждое 9 мая ветераны уже немногих осталось. Собираются, поют задушевные военные песни. Правда, хорошие есть всякие. И вот есть такая прекрасная на мелодию задушевная песня. Все хорошо. Но вот в одном месте слова какие-то. За победу мы по полной осушили, за друзей добавили еще. Ну, как же за друзей-то не добавить? А как за победу-то не выпить? Красивая песня, красивая мелодия. За душевные слова. За победу мы по полной осушили. И пил солдат слеза катилась. Слеза несбывшихся надежд. Помните, да? А что он пил-то? Воду? Компот? Спирт? На могилке своей жены погибшей не дождаешься его. Опять спирт? По всем фронтам отталась прекрасная певица Шунжерка. И всем известная песня. Давай закурим, товарищ подной. Что дальше? Давай закурим, товарищ мой. Ну, как не закурить, когда сама Шунжерка призывает? Нет другого способа наладить отношения, как только выпить, закурить. Красивая песня, прекрасная певица. Если была плохая певица, плохая музыка, никто песни не знал. Красивая музыка, прекрасная певица. Давай закурим, товарищ подной. Ах, ты не курящая, ты что, дурак соседший, тебя Шунжерка приглашает. Не захочешь, закуришь. Когда сама Шунжерка тебя приглашает, с ней закурили. Ну, после войны там тоже разные были дела. Вот, скажем, 60-е годы. Ресторанная песня. Сигарета, сигарета, Ты одна не изменяешь. Я люблю тебя за это. Ты сама в этом знаешь. Как, на какой педестал-то возвели сигарету? Все бабы-сволочи изменяют. Сигарета никогда не изменит. То есть сигарета выше женщин поставлена. Женщин изменяет, правильно? А сигарета не изменит. О, какая верная. В 70-е годы Я закопал шампанское Под снегопад в саду. Выйду потом с опаскою, Вдруг его не найду. О, горе-то какое! Бомжи последнюю бутылку Переца Новым Годом сперли. Ну, что ты будешь делать? О, горе! Без шампанского на Новый Дагод остаться. Застрелиться остается только. Такая трагическая песня. Да. Ближе к нам возьмешь. Николаев такой стерц. Выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь. Ну, как за любовь-то не выпить? Он думал, когда Николаев призывает. Выпьем за любовь, родная. Ну, когда тебя родной назвали. Да за любовь, ну, не захочешь, выпьешь. Ну, в наше время я вообще молчу. Если было море водки, Я бы стал подводной лодкой. А если было море пива, Я бы дельфином стал красивее. Ну, все понятно. Конечно, а как иначе? И вот я представляю такую сцену. Как происходит программирование, я имею в виду. Представим, деревня, природа, речка. В центре большое здание школы. На день учителя, вечером. Из школы. Растойно по рукам поля ночей. Деревня разносится дружно. Учительский хор. Напилась я пьяна. Не дойду я до дома. Все слушают, все деревья, ученики, родители. Кадышева, да? Репертуар. Я представил, Кадышева пьяная на карачках по склону ползет. Деревня три избы, но никак она в свою попасть не может. Ну, вот у ней троится в глазах. И вот задушевно мы поем. На филасе, да пьяно. А где песня про трезвость? Ну, где? Кто что где? И в этой вот всей атмосфере растут наши с вами дети. Они слышат этой песни с рождения, и по телевизору, и от вас на праздник. Как в таких условиях ребенок может к одиннадцатому классу остаться трезвым? Меня удивляет не то, что девяносто девять процентов на выпуске уже пьют. Меня удивляет, как находится один процент, который в этих условиях умудряется еще не начать пить. Вот этот процент меня удивляет гораздо больше. При нашей системе программирование на употребление алкоголя не могут дети не пить. А кто больше всего программирует? Культура питейщики. Культура питейщики родителей. Культура питейщики учителя. Культура питейщики авторы вот этих песен, композиторы и поэты. Культура питейщики, режиссеры и сценаристы фильма. Посмотрите по ящику, да, в каждом фильме все положительные герои пьют и пьют. Ну возьмите этих, ментов. Да, Дукалис, там, Ларин, да, смотрите, нет? Как только они дело закончили, поймали там в конце, что в каждой серии идет. Тут же достают бутылку водки, отмечают. Заходит строгий мухомород. А вы что тут? Опять водку пьявствуете? Ну ладно, ради такого дела и меня налейте тоже. Положительные герои, они защищают закон. Закон защищают, а не менты защищают закон. Выясняется, что есть закон. В государственных учреждениях в рабочее время на рабочем месте пить нельзя. Менты, положительные герои в каждой серии нарушают закон. Пьют в рабочее время на рабочем месте. Почему-то все это проклачено алкогольной мафией. Все проклачено. Возьмем положительную героиню тоже из детективов. Ой, как же ее звали-то? Полковница-то. Каменская. Да, Каменская. Я даже книжки читал, не только фильмы смотрел про эту Каменскую. У нее какие-то три интересные принципа. Пример для наших девушек, для подражания. Она пьет мартини, обожает мартини. Она курит. Она при идеальном муже, идеальный муж, да? Не хочет рожать детей. Что нужно, чтобы мы с вами вымерли? Надо, чтобы наши девушки пили, курили и не хотели рожать детей. Каменская, положительная героиня. Пример для подражания. Умница. Как она там все интеллектуально раскручивается. Я удивляюсь, как проспиртованные мартини. Мартини, мозги способны, да, хорошо работать. Вы понимаете, как это все дети наши смотрят, и мы смотрим. И вроде как бы ничего, вроде все нормально. Вроде бы отражение правды жизни. Программирование происходит не через скучные лекции профессоров, хотя есть профессора культуры питьейщики. Есть научные труды, что надо культурно-умеренно пить. Но они не так страшны. Многие ли у нас ученики читают профессорские труды этих самых диссертаций кандидатские, докторские. Наверное, очень редко их почитают. Вообще не читают. А вот когда эта грязь полилась из этих трудов профессоров в массовую культуру, вот тут запрограммировали всех. Если вы пройдете по родному городу Магнитогорску, вы на каждом шагу будете встречать рекламу пива, да? А где реклама трезвости? Хоть одна реклама трезвости в Магнитогорске есть, а реклама пива на каждом шагу. А мимо этой рекламы ходят наши с вами дети. Да как же они могут не начать пить пиво, если такая система в городе Магнитогорске и в других городах важнее, чем не лучше и хуже? Это же система, это система антитрезвого воспитания детей. И вот самое-то трудное, самое-то трудное признаться нам, учителям, врачам, социальным работникам, работникам милиции и так далее, самими себе признаться, что виноваты в этом не алкоголики, не пьяницы, а мы культура питьейщики. Я, культура питьейщик, виноват в том, что у нас миллион алкоголиков. Я, культура питьейщик, любитель бокала шампанского на Новый год. Я виноват в том, что у нас миллионы беспризорников, миллионы социальных сирот. Это я, не алкоголики, их родители виноваты, а я, культура питьейщик, виноват. Я, культура... Вот эти многие не способны последний шаг сделать и признать, что я, культура питьейщик, во всем этом виноват. И начинать переустройство, чтобы выжить, не говорю там об успехе, выжить нашего общества, не с алкоголика, не с пьяницы, а с меня, учителя культуры питьейщика, начинается отрезвление страны. С меня лично. Вот сегодня я даю зарок. С сегодняшнего дня я прощаюсь с чем? С пьянством? Нет. С алкоголизмом? Нет. С культурным, умеренным потреблением алкоголя. С сегодняшнего дня. В знак протеста против этого страшной политики алкогольной мафии. Некоторые думают, ну что я один, ну что я одна могу против этой могущественной алкогольной мафии? Алкогольная мафия купила прессу. Алкогольная мафия купила науку, ученые доказывают, что пить умеренно полезно. Купила врачей, которые доказывают, что пить культурно умеренно полезно. Купили власть, которая не принимает антиалкогольных законов, их крышует. Ну что я один могу, простая учительница? Вы можете сделать очень и очень много. Вы лично, вы одна можете нанести страшный удар по алкогольной мафии. Причем очень просто и даже с выгодой для себя. О как! Что вы можете сделать самой страшной для алкогольной мафии? С сегодняшнего дня алкогольная мафия от меня не получит ни одного рубля до конца моих дней. Все. Это вот и есть самый страшный удар для алкогольной мафии. Алкогольная мафия цветет и процветает благодаря вашим учительским рублям. А вы лишите ее дохода. А она только ради этих денег не работает. Скажите, кто-то может вам помешать это сделать? Ну, допустим, можете вы лично завтра во всей стране вести сухой закон? Можете вы лично завтра? Нет, она не может завтра во всей стране вести сухой закон. Даже президента не получается, пытается врубить. А тогда по-другому можно поставить вопрос. А можете вы лично с завтрашнего дня объявить сухой закон лично самому себе? Кто вам помешает? Кто вам помешает это сделать? Себе лично? Разве из-за того, что моя страна спивается? Из-за того, что моя страна вымирает? Из-за того, что в моей стране миллионы дебилов и гофренов в знак протеста? Я с завтрашнего дня самой себе объявляю сухой закон. И своей семье. Если получится, вы уже увидите. Ну, многим удается. Ну, уж не надо смеяться. Многим удается. Женщины имеют власть над мужчинами. Некоторые иногда. Может быть. Это-то любой может из вас сделать. Вот мы здесь подошли к очень важному. Вы понимаете, что теория культурного питья, она очень умная. Она очень коварная, очень пучая. И наукообразная. Вот давайте доказательство вот этой сущности понимания этой теории культурного питья проведем такое вот доказательство по принципу от противного. Кажется, в математике есть такой метод доказательства, да? От противного. Так вот, давайте проведем доказательство противного. Вы будете как будто бы еще не пьющие пятиклассники. Вот вы еще не начали пить пятого. Седьмой я не говорю, там уже пьют. Вы как будто еще не пьющие пятиклассники. Экстеринент. А я не сабриолог, не трезвенник. А я представитель водочной мафии. Или винной, или пивной. Я представитель мафиозинских алкогольных. Ну, доказательство противного, все наоборот. Вы пятый класс, а я представитель алкогольной фирмы. Я договорился с культурно пьющей учительницей провести классный час среди пятиклассников. Им же надо, как это, профориентация, да? Вот я профориентация. Нам же тоже рабочие нужно на заводе пивном, но это не младочно. Вот профориентация. Культурно пьющая учительница с радостью согласилась. Пришел я. Какая моя задача алкогольному мафиозе перед этими не пьющими еще пятиклассниками? Какая моя сверхзадача? Моя задача, чтобы мне набить еще больше свой карман, чтобы получить еще больше прибыли, надо, чтобы вы не пьющие стали какими? Пьющими. И вот мы сейчас разыграем два варианта. Первый вариант. Я представитель мафиози, при этом я честный и тупой. Бывает такое сочетание? Бывает. Я честный и тупой. Я пришел к пятиклассникам и честно льду постал говорить пятиклассники. Вы должны мою продукцию покупать ящиками. Пить с утра до вечера. Чтобы не отвлекаться от моей продукции, в школу не ходить. Пить с утра до вечера каждый день. Мою продукцию. Вот я честно так? Это моя сверхзадача. Для чего? Чтобы было мне больше прибыли. Я честный. Поэтому не в руках. Вот так вот. Как вас? И через 10-15 лет вы все помрете, как собаки под забором. Ну я честный и честный. То есть вы в 40 лет средних родных жителей жители русского алкоголика. Будете не вылазить из утрезвителя, ночевать под забором и там под забором изгнете. Скажите, вот такая прямая и честная пропаганда подействует для пятиклассников? Да нет, конечно. Несмотря на то, что они такие маленькие, такие глупенькие. Но они видят этих укашай-то бомжей. Но никто не хочет на них походить. Никто не хочет стать алкоголиком. Значит, честная прямая пропаганда на них не подействует. Как же быть? А мне свою сверхзадачу надо выполнить. Мне надо, чтобы они стали пьющие. Мне надо девочки, чтобы они понесли мне свои. Второй вариант. Я тот же мафиози, но немножечко поумнее и похитрее. И пришел бы к пятиклассникам и стал бы заливаться соловьем так. Ребята, пьянство – это страшное явление нашей действительности. Страшное и ужасное. Алкоголизм – это вообще никуда не годно. Алкоголиков мозги разрушены, печень разрушена. Ужас. Но ведь не надо вдаваться и в противоположную крайность. Совсем-то не пить – это же экстремизм, это крайность. А есть золотая середина. Есть золотая середина. Это когда вы будете пить культурно, умеренно, только по праздникам. Никогда не сопьетесь и не станете алкоголиками. Будете пить под хорошую закуску, из красивых фуржеров. Вот вы должны в школе всю культуру мировую освоить. И культуру питья тоже должны вы освоить. Культура питья – это часть мировой культуры. Вы всю культуру изучаете, и эту часть должны с вами. Я вас научу, что вот к рыбе надо подавать белое вино, а к мясу подавать красное вино. Вот это коньяк надо пить вот из такой формы рюмочек с заднятыми краями, а шапанское вот из таких фуржеров. Вот это надо пить перед едой апельтивчик. А вот это после еды. Вот это надо пить охлажденным, а вот пуш, наоборот, подогретым. Скажите, такая пропаганда подействует на детей? Да? На вас-то 95 процентов когда-то она подействовала? Руки-то вы не подняли? Вот такая хитрая пропаганда подействий, и ваш инвесорук об этом показал? Так вот она для чего нужна теория культурного питья, чтобы обмануть детей. А я знаю, как мафиози, что лишь бы они начали, лишь бы первую рюмку выпили, а дальше пойдет по инерции, праздников-то много, и понесут они мне свои денежки. А если же довольны, добровольно несут. Так вот теория культурного питья это самое лучшее средство лишить наших детей трезвости. Естественной, природной, но они же не убеждены в этой трезвости. Они просто родились трезвыми. А неубеждения этого трезвого у них нет, поэтому я с помощью теории культурного питья легко взломаю их мозги, и вот эти некрасивыми словами, а хорошими качественными виле. Вы знаете, как в Италии пьют культурно красное вино, как шикарно пьют во Франции культурно качественное вино, во всем мире, скажем, пьют. Непригласимый Александр Николаевич, который говорит, что две трети мира вообще живут трезво. Мы его не будем приглашать. Это я скажу, во всем мире пьют. Ну как же нам от этого отказаться? Посмотрите, в первом случае честно призывают, да, пить много и так далее, а во втором и не подействуют. А во втором случае подействуют и подействуют. И на 95% здесь присутствующих когда-то подействуют, и на меня тоже когда-то подействуют. Вот ведь как хитро. Вот так и происходит программирование детей. Вот так оно и происходит. На наших глазах. А есть ли в школе противодействие этому программированию? Есть ли в школе, где мощно налажена пропаганда против, против чего? Против пьянства алкоголизма? Нет. Против культурного, умеренного питья. Поднимите руку, кого мощно в школе поставили на пропаганду против культурного, умеренного питья. Главное оружие ликвидации трезвости среди детей и подростков. Ни где? А мы сюда шли, мы думали, что мы про алкоголь все знаем. Да? Все? Это кусалкоголикам профессора читают лекции. А зачем мы все знаем? Это невежество не обидное для вас. Я тоже был таким же невежеством. Это искусственное невежество. Искусственное. Вас специально, даже учителей держат в этом вот неведении. Как надо пропаганду-то вести? Вот говорят, с наркотиками. Что там алкоголь, табак и труда? С наркотиками надо бороться. Вот самое страшное. Вот где надо. Профилактику наркомании. Приглашают нарколога в школу. Нарколог долго. И подробно рассказывает детям, какие бывают наркотики. Как они называются. И даже как их изготовлять. После такой лекции только остается детям пойти. Они не знали, что такие наркотики есть. Сейчас узнают. Они не знали, какие лекарственные препараты в аптеке можно использовать. Как-то после лекции узнали. Так какой. Я помню конференцию по наркотикам. Собралась конференция. Наркологи там сейчас туждают. Вот они обсуждают, обсуждают. А потом перерыв. И смотрю через 20 наркологов, этих борцов с наркотиками, вышли на кольцо и закурили. А что, как по-научному называть курящего человека? По-научному. Это табачный наркоман. Борцы с наркотиками оказались сами наркоманами. Вот что такое профилактика наркомании. Это не рассказ детям, какие бывают наркотики и как их изготавливать, как подчас бывает. Я приведу результаты целых трех исследований. Впрочем, зачем трех? Они все пришли к одному и тому же результату. Все три исследования одинаковые дали результат. Одно исследование в США, одно в Санкт-Петербург, один университет приобрел в 20 городах России. И капитанская диссертация в Красноярске одного субривого на эту же тему. Так вот, оказывается, что колодцы начинают только пьющие и курящие подростки. Если подросток принципиально, сознательно не пьет и не курит, никогда он не будет колоться героином. Так что такое профилактика наркотиков? Против чего должна быть направленная профилактика наркотиков? Против алкоголя и табака. Вот она профилактика. Против пива? Человек, который сознательно, подросток, не пьет пиво, не курит, он не будет колоться героином. Вот провели исследование в Санкт-Петербурге, отобрали для исследования 2000 юных наркоманов из 20 городов, курящих марихуану. Вот здесь только курящих марихуану. Агитирование там, то есть вопросы разные, как раньше, как что, как. Как выяснилось из 2000 курящих марихуану, не нашлось ни одного, кто перед этим не курил бы табак. Ни одного. Все курищики-наркоманы, марихуаны-курищики, до марихуаны курили табак. А чтоб вот ничего не курил и вдруг закурил марихуану, ни одного не оказалось. Значит, что мы делаем в вывод? Табак ведет к марихуане. Алкоголь ведет к наркотикам. Я даже, у меня есть данные по конкретным цифрам. Вероятность, что начнет колоться ни пьющий, ни курящий подросток и по сравнению, что начнет колоться пьющий и курящий. Разница там в сотни раз. Вероятность больше, что колоться начнет пьющий и курящий. Значит, профилактика наркотиков – это работа в школе против алкоголя и табака. Это сабриология наша с вами. Это трезвость. Ни один трезвий колоться не будет. А культура питьщики может быть. Пьющие и курящие – большая вероятность. В нашей стране стали подростки больше пить и курить. И в результате этого стали больше колоться. А бывают же странные картины. Вот к нам как-то на кафедру в университете пришла женщина. Заслуженный работник посвящения, директор школы. Весь город знает. Она вообще там, ну, один из лучших учителей, директоров школ города Красноярска. У нас связь с этой школой напрямую там, наши практики проходят. И вот однажды она пришла к нам на кафедру. Такая дама в теле. Раз в два больше меня. Солидная дама, красивая такая. И вот она с ужасом, со слезой на глазах рассказывает, что и до ее образцово-показательной школы дошла эта зараза – наркомания. И в ее показательной школе убойщица из туалета выметает шприцы. Рассказывает это с болью на глазах и не вынимает изо рта сигареты. Курит и рассказывает, как у них до ее школы дошла наркомания. А сама она кто? Табачный наркоман. Если директор школы наркоман, пусть даже табачный, то что остается делать ученикам? Слабости родителей превращаются в пороки детей. Курящий учитель порождает героиного наркомана-ученика. Но учителя говорят, да кстати, а как насчет учителей? Есть статистика? Я не буду вас позвольте. Приведу данные по учителям Красноярского края. Сколько у нас пьющих и не пьющих учителей? Директоров школ, заучий школ. Я читал курсы в лилогии. Есть такое, у вас не знаю есть или нет. Факультет повышения квалификации учителей. Есть, да? Везде есть. Собирается все с его краем учителя, но какое-то время, на месяц, на три недели, повышает свою квалификацию. Нормально. Меня приглашали там читать курс. И я проводил среди учителей. Есть набор учителя, есть отдельно заучий, отдельно директора школ. И я проводил анонимное анкетирование вот по этому алкогольному вопросу. И в том числе, как лично сам учитель, заучь относится вот к этому алкоголю. Перевожу сведения. Если у вас все по-другому, то ради бога, я не хочу, как говорится. Может, у вас все не так. У нас вот так. В анонимных анкетах 94% учителей сами добровольно, никто под руку не толкал, честно признались, что они культура питьщики. 6% написали, что они совсем не пьют. 6% ведут трезвый опыт жизни. 94% учителей употребляют алкоголь. Я думаю, что алкоголиков пьяниц среди них нет. Культура питьщики. У вас другая каркета в городе, в области? Близкая, да? Сидят перед мной 100 заводов и школ. Они что написали в анкетах? 96% заводов и школ сами честно признались, что они употребляют алкоголь. Когда перед мной села 100 директоров школ, вы догадались, какой результат? 100% директоров честно признались, что они употребляют алкоголь. Что нам требовать от наших детей? Когда 95% педагогов сами употребляют алкоголь. Ну а что с детей-то тогда спрашивают? Так отрезвление-то в школе, работа-то по трезвлению в школе, с кого должна начаться? Вот рассуждают, с первого класса, с пятого класса, с десятого класса. С кого должна быть работа по отрезвлению в школе начаться? С учителей, с директора заводчика. Ну, скажут, вы придете такую крановую, скажете своему директору, он говорит, ну что, я же не алкоголик или пьяница. Да, но хуже, вы культура петельщика. Еще хуже, чем алкоголик или пьяница. Вы культура петельщика. Тяжело смириться вот с этой мыслью. До сих пор мы жили в счастливом неведении. Мы жили, что мы правы. Пьем культурно, умеренно. А тут приехали два профессора. И оказывается, что культурно это потребление, это еще хуже алкоголик. А алкоголик, вот видите, как получается. В этом и есть суть цеприологии. Вот какая неудобная нога для ноги. Ой, какая неудобная. Сейчас пойдете, книжки обратно сдадите, деньги назад получите. Ну, фига нам такая лень. Мы-то думаем, что нам как детей учить, а вычислить. Цена надо самих себя переделать сначала. Начинается с воспитания. Не с ученика, а с кого? С учителя. Сейчас мы проделаем с вами такую важную работу. Разделим страницу вдоль пополам. Как там у нас по времени? Сколько осталось? Полчаса, нормально. Пополам. И будем сравнивать две теории. Теорию трезвости и теорию культурного питья. В сравнении истина познается лучше, объемнее. Слева напишем ТКП, теория культурного питья. Справа напишем сабриология. И теория трезвости по-русски. Страницу разделили. Будем сейчас мы этим двум теориям задавать вопросы. Вопрос писать посередине, прям поперек черты для обоих наук. Как на один и тот же вопрос отвечает ученый трезвенник, нормальный человек, и ученый культуры литейщик. Такие тоже товарищи есть, мы их знаем. На чьи 30 средников они работают? Ученый трезвенник, ученый культурный питья. Кстати, мы вот сами трезвенники как-то не очень любим называть себя трезвенниками. Мы это говорим вынужденно, чтобы другие поняли. Сами мы себя трезвенниками не называем. А знаете, как мы себя называем? Нормальными людьми. Если человек не употребляет алкоголь, это просто нормальный человек. Это абсолютно то же, что если вы не употребляли керосин. Не пьешь керосин, нет? Нет. Она экстремист, совсем не пьет. А по праздникам? Нет. Она по праздникам керосин. А чуть-чуть, малый дом, совсем не пьет. Скажите, надо ей какой-то террель применять к ней, что вот она бензин совсем не пьет? Или она просто нормальный человек? Она просто нормальный человек. Ей не надо вызывать, что она антибензиновая. Просто она. Кто не употребляет алкоголь, это просто нормальный человек. Кстати, не уверен, что по отношению к табаку здесь нормальных людей гораздо больше. Поднимите руку, кто не курит табак. О, так, так, ага. Все, спасибо, 90%. Скажите, вы 90% экстремисты? Нет, нормальные люди, да? Ну ведь это совсем-то не курить, это же крайность. Как нам говорят, совсем-то не пить, это крайность. А только если по праздникам, хорошую сигарету, а? Тоже нет, но вы экстремисты. Экстремисты 90% из вас только. Вы просто нормальные люди. Кто не употребляет алкоголь, говорят, экстремисты. Крайность не употребляет, а бокальчик шампанского на угол. Так сигареты-то и алкоголь-то одно и то же. Легче всего, легче всего объяснить, что такое трезвость, не курящий людям. Не пить, это абсолютно то же самое, что и не курить. Вот то же самое. Вы 90% страдаете от того, что вы не курите. Я вас уверяю, от того, что вы не будете пить, тоже страдать не будете. Понимаете, 90% не курит, но 90% выпивает у нас. Знаете, как это? По-разному относится, если мы к двум наркотикам. Это одно и то же, что сигарета, что табак, что алкоголь. Но алкогольная мафия, видать, могущественнее, чем табачная. Сильнее ведет свою пропаганду. На пропаганду курения мы с вами не поддались. А вот на пропаганду алкоголя... Ну, вы сами признались, честно. И я, кстати говоря, тоже никогда не курил. А вот выпивать шампанское, но и будет кайф, выпивал шампанское, но и будет, да. Сильнее у нас идет пропаганда питья, чем табака. Ну, так вот. Первый вопрос мы зададим двум теориям. Первый. Поперек этой линии. Мы все говорим алкоголь, алкоголь, алкоголь. А что это такое? Задали вопрос. Что такое алкоголь? И как две теории, две группы специалистов отвечают на один и тот же вопрос. Вообще по алкоголю существует только две теории. Теория трезвости и теория культурного питья. Скажите, а как же алкоголики-пьяницы? Есть теория алкоголизма? Нету. Алкоголики не создали свою теорию алкоголизма. Потому что им интеллекта не хватило. Вся их философия заключена в сакраментальной фразе, единственной, которую они могут сказать, когда выпили. Ты меня уважаешь. Но больше их не хватает. Они теорию не создали. А культура питьящики создали. Трезвости и культура питьящики. Две теории. Что такое алкоголь? Как на этот вопрос отвечают слева культура питьящики, специалисты? Ученые культуры питьящики. Пишем. Ну, вместо алкоголя пишите просто большую букву А. Потому что часто будет встречаться. Я к радости. Алкоголь, который нельзя употреблять детям, беременным женщинам и водителям за рулем. Знакомые, да, позиции? Точка. Вот что такое алкоголь, статистический, зрели и культуры. Это специфический пищевой продукт. А в чем его специфика? Вот нежелательно детям, беременным женщинам и водителям за рулем. А это пищевой продукт. Раз это пищевой продукт, в каких магазинах должен продаваться алкоголь? В каких? В продуктовых. В Магнитогорске в каких магазинах продается алкоголь? В продуктовых. Значит, в Магнитогорске проводится политика культуры питьящиков. Ну, вот оно доказательство. Как любой пищевой продукт, алкоголь надо принимать в меру. В меру, да. Вот воду надо пить в меру. Кушать надо в меру. Вот сколько там в меру воды в день полагается? Два или три литра, да? Вот норма, три литра в день воды Если ты будешь пять или десять литров воды в день пить Тебя разнесет водянка и заболеешь, помрешь Совсем воду не будешь пить, другая крайность Обезвоживание организма тоже помрешь А есть золотая середина, два-три литра в день Кушать надо в меру Если вы начнете там тазиками педлини наворачивать Бочки варенья, коробки печенья Вас разнесет в три раза больше меня Под обжорство помретесь Совсем не будете кушать Станете дистрофиками, тоже помретесь Это другая крайность А есть золотая середина В калориях на там сколько? Три тысячи, да? Калории, ну знаете, тут медики есть Вот золотой Алкоголь тоже пищевой продукт Значит алкоголь надо принимать в меру Много не пейте, алкоголиками станете Но совсем не пить, это другая крайность Это экстремизм, ну как это совсем-то не пить-то А на Новый год-то бокал шампанского-то А на восьмой-то марта-то Как же? А едет золотая середина, вот так Вот как итальянцы, как французы Пьют культурно, вмеряем Вот там алкоголиков не видно приедешь Вот как надо научиться Раз пищевой продукт, значит надо умерять Это позиция культуры питерщиков-ученых Справа пишем Собиология, как относится Запишите, 1915 год В 1915 году русские ученые первыми в мире доказали Пишем алкоголь, это типичный наркотик Это никакой не пищевой продукт Это наркотик И говорить о культурном, умеренном потреблении алкоголя Это такая же тупость Это такая же нелепица Как если бы в школе начали учить детей Дети, героин принимайте культурно, умеренно Только по праздникам У циган там где-то на крайне не берите Там плохой героин с примесью Берите чистый с государственной маркой, с акцизной Понимаете так? Ну смеетесь, глупость Но алкоголь-то наркотик Говорить о культурном, умеренном потреблении Алкогольного наркотика Такой же идиотизм Такая же глупость Как говорить о культурном, умеренном потреблении Героином, алюфаном, ЛСД Или там экстази и так далее Абсолютно натипные вещества Алкоголь отличается от других наркотиков Не больше, чем другие наркотики Различаются между собой Привет, привет, здрасте Совсем другой подход-то Простой вопрос, что такое алкоголь Нормальные люди говорят, что это наркотик А эти экстремисты Фанатики культуропитейщики Говорят, что это пищевой продукт А нормальные люди говорят, что это наркотик Совершенно разный подход Между культуропитейщиком И нормальным трезвым человеком Нет ни одной точки совпадаемости По любому вопросу мнение прямо противоположное Прямо противоположное Культуропитейщик и трезвый Это как лед и пламя Как плюс и минус Как черное и белое Ничего общего между культуропитейщиком и трезвым Нет, разная психология Даже если культуропитейщик пьет один раз в год Один бокал шампанского на Новый год У него психология, это все равно культуропитейщика Тут количество не играет роли Сколько он пьет каждый день или раз в год Разницы нет Психология пьяная, нетрезвая Нормальные люди, совсем другая психология Я это могу шутить по себе Я будучи взрослым 17 лет был культуропитейщиком И вот я 25 лет трезвый Я сравниваю две психологии, которые у меня вот здесь в голове были Совершенно разные взгляды На все На все равно Ничего общего Невозможно быть одновременно культуропитейщиков и трезвым Невозможно Вот такой труд Либо-либо Один бокал шампанского в год признаешь, все, ты уже не трезвый Вот так вот здесь вопрос ребром-то стоит Второй вопрос зададим В чем корень алкоголизма? В чем корень этого зла? Вопрос принципиальный В любой проблеме надо бороться с корнями Будем бороться с вершками, ничего хорошего не получится Вот вы приехали после отпуска домой в родную деревню А у вас на огороде весь огород зарос с сорняками И вот вы идете между грядок и у сорняков обрываете верхушки Много будет толку от такой прополки? По нулям, да? Даже еще хуже Где одна верхушка была, там две вырастут А что надо делать? Что рвать-то надо? Корень, корень надо И в любой проблеме надо находить корень Иначе ничего не выйдет Абсолютно по-разному определяет корень культура питейщиков и трезвеньки Но абсолютно близко не стояло Разная психология Слева пишем, в чем корень зла с точки зрения культуры питейщиков Корень зла пишем В самих пьяницах-алкоголиках Которые почему-то не желают пить культурно-умеренно А такие сикки пьют не культурно, не умеренно Никто же насильно в рот-то не льет Значит, сами виноваты Вот вы и есть корень зла-алкоголики Значит, по этой теории с кем надо бороться в стране? С пьяницами-алкоголиками Вот они и есть корень зла Значит, с пьяницами-алкоголиками надо бороться Я вам должен сказать, что без всякой иронии У нас в советское время Была прекрасно налажена борьба с пьяницами-алкоголиками Это я говорю без иронии, а в самом деле Прекрасно налажена борьба Целая система, десятки мер Вот завелся пьяница-прогульщик на заводе, бракодил Какие меры? В стенгазете с красным носом нарисуют На собрание вызовут там прописочек Премий в квартал лишат Отпуск с июля на январь перенесут Очередь на квартиру передвинут Смотрите, сколько мер И самая крайняя мера на заводе Если ничего не помогает Последняя какая? Нет, не последняя Это предпоследняя А последняя? Нет На заводе? Нет Уволить по 33 статье Уволили по 33, а он продолжает пить И вот для них-то, вот тут кто-то правильно подсказал Существовали еще ЛТП По сути это концлагеря для алкоголиков Концлагеря заключен Хотя название красиво Лечебно-трудовой профилакторий А как звучит? Почти что санаторий Но почему-то очереди желающих туда не было А определяли туда по суду Ну по суду это концлагеря Так оно и есть Когда Крущев закрыл сталинские концлагеря Вскоре снова вся система концлагерей Была восстановлена еще в большем объеме Но назывались они ЛТП Это концлагеря Посмотрите, все меры использовало государство Вот для концлагеря Было полтора миллиона алкоголиков А после этой борьбы стало 16,5 миллионов Ох как А где результат такой борьбы? Было полтора миллиона, а стало 16,5 Несмотря на ЛТП, на концлагеря, на выговор Да прописочивали в стенгазете Мол, не стесняйся пьяница носа своего Он ведь с нашим знаменем цвета одного Ничто не помогало Почему не помогала эта борьба? Вопрос Ответ очень простой Пьяницы, алкоголики, это не корень проблемы, а последствия А борьба с последствиями никогда, нигде не приносит и не приносила никаких результатов Пишем справа Где же корень зла? Как на этот вопрос отвечают саблеводы? Нормальные люди Корень зла В государственной политике с паевами населения в погоне за пьяным рублем бюджет В государственной политике с паевами населения в погоне за пьяным рублем бюджет И вот тут мы видим доказательства, вот тут нет этого Чем больше государство решит продать алкоголь, тем больше будет алкоголиков, несмотря на борьбу с ними Вот здесь жизнь полностью доказала, что правы с абриологи Сколько решит продать государство алкоголя, сколько получить пьяных денег в бюджет, столько и будет бед И алкоголиков, и дебилов, и сирот социальных, вот от этого зависит Значит тут не с пьяницами алкоголиками, оказывается, надо бороться-то А с чем? А надо бороться за то, чтобы государственная политика спаивания стала государственной политикой отрезвления Смена алкогольного курса нашего государства Вот за что нам с вами и надо, оказывается, бороться А не костерить алкоголиков, что они такие сиденья и хорошие Да чем мы можем их испугать? Он и без нас, без наших репрессий здоровье потерял, работу потерял, семью потерял Чем мы еще можем испугать? Какими концлагерями? Бесмысленно, бесполезно их третировать, несмотря на то, что они такие неприятные, склонные к преступлениям и так далее Но бесполезно, хуже, чем он сам себе вообще ничего ему не сделает Политику надо менять Вместо политики спаивания принимать программу политикой отрезвления, вот и все А что такое политика спаивания? Я вам вчера говорил, когда показатель в литрах растет А что такое политика отрезвления, когда показатель в литрах уменьшается? Вот и все, просто элементарные цифры Совсем по-разному относятся Ну пожалуйста Если я хочу поставить наполняемость местного бюджета, который непосредственно получает средства на эти бюджеты Понял, делается это очень просто Вот говорит, если здесь убрать алкоголь, то местный бюджет пострадает Во всех странах, где численик трезвости, делали просто Допустим, местный бюджет, местная водка дает, ну условно говоря, теницу, миллиард рублей Что нужно сделать? Надо сделать просто Государство забирает этот миллиард к себе, в Москву А из Москвы миллиард дает уже по другой статье этому району Все И местная власть абсолютно не заинтересована делать с алкоголем Все Очень просто Это пересмотр на лук Конечно, а долго ли? Мы тут столько за 20 лет пересматривали, что этот пересмотр, он ничего не стоит И местная власть, руки развязаны заниматься прежесть Простой дел Маленький законодатель Значит, обращу, это не правда? А вы вчера не были? Нет А, ну, мы вчера разбирали Норбачева А можно тогда спросить, что сегодняшний день этот семинар является показателем другая политики? То есть, с одной стороны, городская администрация поработает в семинаре, а с другой стороны, берет денежки в карман Насколько мне известно, в городской администрации один человек за трезвость, вот он сидит с нами А все остальные, я не знаю Вот один трезвый человек, вот он с нами, похлопаем крупному чиновнику, что он с нами Ну, а на какой позиции остальные 200-300 чиновников в Битогорске, я не знаю Их наши мероприятия не заинтересовали Так что, и там есть разные люди, да? И там есть разные люди Есть за трезвость, есть против Наша задача поддерживать тех, кто за трезвость Ну, а и думать, за кого голосовать в следующий раз Думать, за кого голосовать, когда есть выбор Задавать на встречах этих кандидатов на разный уровень, задавать вопрос по алкоголю Пусть исключает, пусть лепится, как червяк на сковородке Пьет, он сам не пьет, будет на трезвят Да, да, конечно Конечно, нельзя в одном отдельно взятом городе коммунизм построить, да? В одном колхозе Это должно по всей стране делать, да? Иногда даже местные власти хотели бы что-то сделать по трезвости А федеральные законы не разрешают С другой стороны, наша власть дает заключение на рекламу Но щепет, они, видите, они не нарушают закон Надо принять, чтобы, как там, законодательство собрали Госдума приняла закон, запрещающий рекламу и продвинуть Это Госдума должна сделать Но мы можем и снизу влиять на Госдуму Там же наши представители есть От Магнитогорска, от Челябинской области Можно воздействовать на власть Наши неинтересно терять, что это Ну, алкогольная мафия неинтересна, а 99% интересна Все это потерять Чтобы они все это потеряли Нас больше, нас 99% А далее, не бойся Как-нибудь Так, дальше, следующий вопрос зададим в двух теориях Лозунги и выражения Лозунги и выражения Оказывается, язык у культуры петельщика и трезвенника различается Лозунги различаются Ну, давайте о лозунгах Какие лозунги используют по борьбе с пиарством петельщикам? Культура петельщики Слева пишут Пиарство убой Слышали такой лозунг? Это культура петельный лозунг Пиарство убой Пиарство и жизнь и вон Ну, как культура петельщики круто борются с пелицами Это лозунги культуры петельщиков Если в школе висит стинг-газеты Написано пиарство в бой, значит стинг-газету делал кто? Культура петельщики Какие лозунги у трезвенников? Справа пишем Трезвость норма жизни Помните, в 85-м году был такой лозунг? Потом его, естественно, отменили Трезвости перестанут Трезвость норма жизни За трезвый образ жизни И вот вы сейчас в кино крутили ролики, да? А видели, большие баннеры установили на дорогах Только трезвая Россия станет великой Только трезвая Россия станет великой И вот я вам горжусь, что я сам придумал этот лозунг Я его сейчас везде пропагандирую Предлагают для работы в школе такой лозунг Культура трезвости против культуры питья Причем культура трезвости пишется без кавычек А культура питья в кавычках С нашей позиции никакой культуры питья нет Любое потребление это без культуры Ну в кавычках сойдет Культура трезвости против культуры питья Вот зашли в школу, висит всем газета Культура трезвости против культуры питья Это писал нормальный трезвый учитель Сразу видно Чем различаются эти лозунги? В лозунгах культура петельщиков вы никогда не найдете слово трезвость. Трезвость это для культуры петельщика, ну прям как зубная боль. Это все равно, как ксерпо по сердцу. Вот не любят слово трезвость. Это же трезвики, это же экстремисты, это же шизофреники, это больные люди с точки зрения культуры петельщиков. Пьяность не любит культуру петельщиков, они не культурно, неумеренно, а вот трезвость не надо. Вот так, выражение, которое встречается в лекциях, книгах. Вы открыли книгу какую-то антиалкогольную, рекомендованную для школы, и там написано «алкогольные напитки». Выражение пишем слева «алкогольные напитки». Это значит, книгу писал культура петельщиков. Раз это напиток, что надо с ним делать? Раз напиток. Значит, надо пить. Значит, может трезвый человек назвать то, что нельзя пить, напитком? Нет, конечно. А как скажет трезвый, и вправе пишем в аналогичной ситуации, алкогольное изделие, алкогольный наркотик, алкогольный яд, но никак не напиток. Это глупость. Это то же самое, что назвать напитком ацетон. Ацетон, он чем отличается от водки? Ничем, да, по виду. От воды отличается ацетон? Стакан или нет? Мы его ацетон напитком называем? Нет. Почему-то не называем. Вот для нас, для нормальных людей, водка и ацетон – это облопорядковые вещества. И говорить, что водку надо, то есть ацетон надо пить культурно-умеренно, вы все засмеетесь, как ацетон пить культурно-умеренно. А для нас водка, вино, пиво – это ацетон. Ацетон – это водка, это как ацетон. Шампанское, все равно, что как конская моча. Ну, я не знаю, может, кто-то из вас уринотерапией занимается, я не знаю. Несъедобное вещество, не напиток. А с точки зрения культуры питьщиков, пиво, вино, водка – это напитки. И вот мы идем по Митогорскому, написано в магазине – алкогольные напитки. Все понятно, да? Что тут трезвым человеком близко не пахло, кто писал. Другое выражение, если культура питьщиков, пишем слева – борьба со злоупотреблением. Такое часто встречается выражение – борьба со злоупотреблением. Как в аналогичной ситуации скажет трезвенник, справа пишет – борьба с употреблением. Вы почувствовали разницу? Не надо объяснять разницу между этими двумя выражениями. Чувствовали? Борьба со злоупотреблением – это культура питьщиков. Борьба с употреблением – трезвенниками. Вот такое пословицу выражения запишем слева у культуры питьщиков. Надо уметь пить. Или про человека говорят, как? Вот он умеет пить. То есть ребра не заглатываете ни в одном глазу. Вот такое молодец. Надо уметь пить. Что в аналогичной ситуации скажет трезвенник, если так перефразировать вот эту поговорку? Запишем справа. Надо уметь не пить. А не пить, оказывается, тоже надо уметь. Вот, например, вы попали в такую щекотливую ситуацию. Вы пришли к другу, а у друга поминете. Умер отец. Все сидят, поминают. Чем сейчас поминают? Возьмите. А вы трезвенник. И вы в какой-то, оказываетесь, бадовой ситуации. Если вы не уважите, если вы не помянете, вы нанесли другу что? Страшное старпление. Отец умер, а вы не хотите поминать. Ну нельзя ни по православному, ни по христианскому, ни по человеческому. А вот купить вы не можете, потому что вы трезвенник. То есть получается или никак не получается. Что нужно делать? Надо уметь не пить. Вот как бы я сделал? Ну вот лично я. Я пришел к другу. Ну у меня друзей пил, не осталось, все трезвенники. Ну допустим, еще один где-то остался. Я к нему пришел, у него отец умер, у него поминки. Он подступает ко мне с рюмкой водки и говорит, поминем папу. Папу. Слезы. Папа умер. Давай помянем. Я знаете, что скажу? Думаете, я опишу, что я не буду никуда. Нет, я скажу по-другому. Я скажу, давай помянем. Ну вот ты кто по национальности? Русский. И я русский. Давай помянем по-русски. Он говорит, вот я и принес. Вот, вот как давай. Нет, я говорю, давай по-русски помянем. Он говорит, как это, как это, как это? А я по одной из своих профессий этнограф. Есть такая наука этнографии. Говорю, по-русски поминают киселем. Да? Никто не... Все забыли, что, оказывается, по-русски-то поминают киселем. Никогда на Руси водкой не поминали. Что это за глупость? Кто это придумал? Вот некоторые, кто из деревень, есть, может быть, родов. Кое-где, говорят, в деревнях это сохранилось. Кто видел, где поминают киселем? Да, старые люди, оказывается, по-русски. Ну, говорю, давай, неси кисель, я буду поминать по-русски. Отец умеешь, и русский, ты русский, я русский, давай. Туда ему деваться? Он идет, заваривает кисель, я с ним поминаю, батю киселем. Я умею и бить. Он обидится на меня. Нет, я помянул. Даже еще правильно не помянул. Чем он там был? Неправильно поминает? Вот как. То есть в любой ситуации надо уметь и бить. Ну, как правило, кто бросает пить, первый, это первый шаг, сам перестал пить. Второй шаг отрезвляет всех своих друзей и родственников. Второй шаг. Вот что делать? Я отрезвлял, что дальше делать? Вот у вас вокруг друзья и родственники, отрезвляйте их. С помощью дисков, с помощью сабриологии, с помощью бесед. Я за всю жизнь всех друзей и близких отрезвил. У меня ни одного культура петельщика не осталась в окружении, нет домой. Собираемся на Новый год. Вот 20-30 человек, нормальные, трезвые люди. Чем занимаемся? Танцуем, поем, кушаем вкусный блюдо, ну, которое не каждый день, понимаете, да? Веселимся всю ночь. Утром приходим на работу, свеженькие, отдохнувшие. Смотрим остальные. Приползаем, зелёные, серые, тут болит, тут болит. Но мы-то отдохнули. После нормального праздника, трезвого, резко подскакивает производительность труда. Вот для чего праздники и нужны. Для чего они у всех народов есть. Монотонная работа. Человек работает, работает. Производительность труда начинает падать. Человек устает. Праздник, он напелся, наплясался. На другой день сразу снова подскакивает производительность труда, снова. А у нас как? У нас, значит, производительность падает. Праздник ещё больше падает. Потом в себя начинает приходить. Так мы извратили праздник. Праздник-то для отдыха нужен, чтобы подскакивал производительность труда. А на нос ещё больше падает. Знаете, самое низкое производительность труда в России это в понедельнике и после праздников. То есть после отдыха отдохнули. Говорят, чем же заниматься трезвенником на праздник, если я не пью? Ну, во-первых, задать вопрос, может человек, который на праздник видит единственную цель на пиццу. Больше ничего. Общение с друзьями, которыми давно не виделись. Новости отменяться. Не каждый день с друзьями видимся. Вкусную еду поесть. Поплясать, потанцевать. Отдохнуть. Причем здесь алкоголь? Говорят, веселее с алкоголем. А почему тогда постоянно драки случаются, если веселее? Если веселее алкоголь, так должны всех окатать, сменяться. А у нас на каждой второй празднике драки какие-то. Почему драки-то, если веселее с алкоголем? И что это за веселье? Пил, закусывал, пил, закусывал. После пятой рюмки мордой в винегрет и спать. Это что, веселье? Жизнь такая. Жизнь такая, какую вы их себе сделаете. Вот как вы себе здесь живете, сделаете самой себе. Вот такая она у вас и будет. Ни от кого не зависит. Ни от Путина, ни от Ельцина. Каждый все за себя решает сам. Дальше пойдем. Выражение. Кстати говоря, вот насчет у них не умеет пить. Вот кто закладывает стаканами и не пинеет, про них ошибочные говорят, что он умеет пить. Еще говорят, что он синий человек. Вот он пьет стаканами в водку и нормально себя ведет. Не падает, ни мордой в винегрет, ни под стол. Синий человек умеет пить. А вот она выпила рюмку. Поблегнела. Пот прошив. Затошнила. Побежала обниматься с унитазом. И все назад. Это слабак. Да? Это слабак. Все с точностью наоборот. Эта девушка, которая выпила и которая стала плохо, и она пошла все это выточнила, это самые сильные люди. Это люди с самым сильным организмом. У них хорошо работает защитная реакция организма на яды. Хорошая защита. Что такое ромотная реакция? Это защита. Хорошо работает защита. Сильный человек. Плохо работает защита, сломил он ее алкоголем, пьет и не работает защитная реакция. Это слабаки. То есть кто пьет ведрами и не пинет, это слабаки. А если, не дай бог, когда-нибудь вам придет в голову выпить на праздник, и думаю, что после нашего семинара, наверное, в вашей штат, такая идея, ну вдруг. И вот вы выпьете, и вам станет плохо-плохо. Это хорошо. Значит, не все еще потеряно. Значит, ваш организм еще борется. Он еще сопротивляется. А что хочет сказать вам организм, если вы выпили, и вам стало плохо, и стало тошнить? Я переведу с языка организма на русский язык. Крепкий русский язык. Когда вас затошнило после выпитого, это ваш организм вам кричит. Знаете что? Извините за грубость. Что ты, дура, со мной творишь? Вот и все. Что ты, дура, ты что надо мной издеваешься? А мы не понимаем. Мы думаем, может, водка не свежая? Может, закуска не та? Да, не тем закуси. Мы не понимаем свой организм. А он такой, что ты, дура, надо мной издеваешься? Вот те, которые бывают плохо после выпита, это самая еще только первая стадия. Еще не все потери. Еще организм сопротивляется. Но если вы начали выпивать, и вам никаких последствий, и голова не болит, и точнее, это уже стадия. Это вы сломились в своем сопротивляемости организма. Это уже определенная стадия. Тут уже вам надо крепко позадуматься. Так что, видите, все по-другому. Все не так, как говорится в жизни, что это на самом деле бывает. Вот ведь как. Сколько секретов-то в этой проблеме оказывается, а мы не знали. И я не знал до 83-го года. Дурак дураком был. Честно, пока я не познакомился с сабриологией, был дурак дураком. Говорю прямо, грубо, но это так. Честно, я был дураком. Пока я не познакомился с сабриологией. Если каждый из вас подумает по себе то же самое, это будет очень хорошо, те, кто выпивает. Но я не навязываю. Это ваше дело. Дурак, и закончим. Так. И запишем мы один вопрос, на который буду я отвечать завтра. Запишем вопрос, и к нему вернемся завтра. Отношение к разным алкогольным изделиям. Отношение к разным алкогольным изделиям. Очень по-разному относятся культуры петельщики и тесненники к разным алкогольным изделиям. Завтра я уже буду знать, с чего начать. Так, принципиальный вопрос есть? Ко мне есть сейчас вопросы попрочит. Нет? Аппетит не испортил? Нет. Зачем вообще пить бросить? Я зачем бросил пить? Вопрос. Микрофон. Так я же об этом говорил. Вы недавно пришли, что ли? А, ну так вот, сейчас он все формат видит. Мне, я в 83-м году прекратил употреблять шампанское на Новый год, потому, что наука с абреологией, которой мы тут уже занимаемся второй день, абсолютно стопроцентно научно доказала, что это есть полный идиотизм. Не вредный для здоровья не заболел, а полный идиотизм. Продолжение следует...